запись пошла локальная всем добрый у нас вечер не знаю когда вы смотрите трансляцию у нас скучнейшие трансляции намечается по сайту называется она меняемся к лучшему вот на этих трансляциях если вдруг забрели случайные будете смотреть не будет ничего интересного веселого развлекательного кроме чатика естественно которому отдельный привет эти стримы делаются для того чтобы рассказать о том что было сделано с момента прошлой трансляции по сайту и собрать с вас фидбэк ценнейший пожелание идеи замечания репорты багов прочее 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 локи уже скоро спать пойдет а он сказал вообще на трансляции не будет присутствовать но завтра уже ждет пачку задачу которую и сам будет делать и раскидает по другим программистам в общем прошлый стрим был три недели назад не специально подгадал оказалось что он был действительно 27 ноября как раз вот прошло три недели вот и у нас действительно было много ну появилось за это время много новостей много изменений что-то вы наверное заставали там на форуме может что-то читали или слышали упоминание на других трансляций циях и но все равно большая часть информации которая будет сегодня она скорее всего прошла мимо вас тем более некоторые новости появились буквально там сегодня вчера там позавчера вот начало весьма спонтанное мы должны провести голосование по фильтру я думаю надо его взять и перенести в конец потому что пока народа не так много на трансляции количество количество людей которые могут принять участие в голосовании не такое большое но и так в принципе не очень большое но сейчас будет вообще неправильно это делать и так быстро пробежу пробегусь потому что было сделано с может быть это будет короткая расшифровка но главным образом главным образом просто прочитаю то что было закрыто по респект за смайлы до смайла дойдем до савелия савелий загрузил новые смайлы переход на api 2.0 для goodgame ru кстати я весьма я помню большой документ фредмайне в вики помню длительный процесс помню что собирали и продолжаем собирать фидбэк по методам которые просили сторонние разработчики список подписчиков список доната список премиумов информация авторизации то новые методы api которые были добавлены туда вот собственно если опять же вы являетесь каким-то сторонним разработчиком напоминаю что есть тема на форуме где вы можете запросить или высказать например что в текущей версии api вас не устраивает поэтому поэтому пишите поэтому пишите алиса не находит мать слова если находится между двумя другими матерными словами лучше не проверять ну как бы ну зачем большое количество запросов на получение онлайн статуса при рендеринге комментариев вообще была серия задач где-то четыре наверное задачи по понижению количества запросов на тех или иных страницах это главным образом скажется в первую очередь на скорости загрузки страниц то есть посмотрели просто что есть проблемные страницы и их скорость генерации в частности повысили там на видео в комментариях на странице трансляции кажется еще где-то было не помню где именно избавиться от лишних до запросов bd при рендеринге топовых комментариев три месяца бак поверстки незначительные на планшетах где съезжала вот сверху при разлагенном состоянии там фон синий и обновление дополнения ее кита попала почему-то в общем ну хотя бы до попала естественно в общее я и кит я и кит по известному адресу это к тому что безумный дизайнер пытается следить за стилем разных элементов на сайте текстов вкладок и прочего 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 едем дальше главная страница поиск при выборе пользователя состоящего в плане в результатах быстрого поиска с помощью клавиатуры происходит переход на страницу клана не пользователя если н раз щелкнуть по пожаловаться кажется это было в прошлое еще закрыта задача если пользователь заходит на странице избранного низлаги не показывается форма логина но не работает три портили как раз вы тоже на прошлой трансляции когда почините строчку популярные настраиваемые игры вместо избранных игр всплывает левые на примере пользователя tourer проверили 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 работу рекомендательной системы и при выборе жанра или игры в селекторе на главную влезают стримы с галкой нехорошо по блоку стримы можно изменить на каналах twitch player с flash на псевдых это mail сделали причем сделали сразу насколько я помню там несложно есть возможность указывать сколько сколько денег на кошельке gg сделали снова системы пропал надо не говорить сделали потому что и так понятно что сделали с новой системой пропал смысл переключение только gg убрали соответственно вкладку тоже на прошлой трансляции порешали версия опера был какой-то какой-то баг она учатик не не на по всей высоте видимо включить опцию напоминать об окончании премиум подписки по почте по умолчанию перенести кнопку добавлению анонса вправо стримеры просили уведомление об окончании премиума за три дня и за день приходит одновременно процессе покупки прямо в конце ставить галочку по умолчанию активировать ключ и сразу же потому что на саппорте было достаточно много типовых жалоб из серии а я не знаю куда мне вводить ключ то есть люди приобретают премиум подписку не обращают внимание на то что как бы ее еще нужно активировать и несмотря на то что ключ прилетает на email несмотря на то что ключ прилетает к нему в личные сообщения если он залогини на сайте все равно периодически встречались но системно они встречались такие жалобы поэтому галочка стоит по умолчанию сейчас вы ее можете снять например для того чтобы не активировать его например ключ опять же засолить куда-нибудь но теперь галка стоит по умолчанию работают более короткие ссылки на ваши каналы например goodgame ru авера задачу вообще сделали очень давно но почему-то она не попала в изменение и кстати кажется это то ли мэдисон то ли еще кто-то из стримеров из новопришедших попросил такой фичу она оказывается у нас уже была реализована дальше у нас небезызвестные анонсы это пост от zero или будем вчитываться с этого момента меняется логика окончания анонса если у вас не стоит галка об окончании анонса дата окончания будет выставляться автоматически через 15 минут после завершения потока на сервера гг хорошо если упал стрим или необходимо сделать стоп-старт для этого есть и самые 15 минут противном случае анонс будет считаться завершенным если по какой-то причине вы не стримили назначенное время то анонс будет прибит через 12 часов с момента заверенного старта окей эту информацию передавали в конфу ключевых стримеров и вроде бы она как раз проблемы это это результат попытки решить проблему одну из проблем к которой стримеры говорили с новыми анонсами лишние запросы на количество просмотров страницы канала в меню избранных стримов отображается зрители только с gg плеера добавить нам страницу мой премиум еще один блок справа речь идет о блоке премиум для стримера потому что опять же саппорт у нас появился же новый товарищ но он не новый он старый эталон лично там 3 одишь ник он очень опытные старенький товарищ который на некоторое время на длительный промежуток уходил с сайта но он работал там на на тв с лесориусом вот он сейчас занимается саппортом к сожалению у фил этом состоянии здоровья пожелаем ему поправляться вот пропала в общем фил надеюсь там все хорошо и айдет ристрим на twitch статус заработал на удивление анализ типовых запросов саппорт показал что есть люди которые которые думают что купить премиум как у меня на мантича на морозовый и общий премиум купить премиум это значит получить преференции премиум стример то есть они заходили на мой премиум и читали вот этот блок что такое премиум подписка позволяет вам смотреть ключевые трансляции бла-бла-бла-бла и на собственно купить отправляет то есть вроде все написано текстом но оказывается что есть и постоянно появляются такие не очень вчитывающиеся в текст товарищи которые думают что подписка даст им премиум преференции как стримеру для них собственно сделан был информационный блок с большим заголовком премиум статус для стримера собственно с короткой информации и ссылкой на соответствующую статью в помощи вообще одна из задач саппорта это как раз попытка понять повторяющиеся запросы и попытаться их решить со стороны сайта потому что ну потому что если потому что саппорт указывает как правило на и такие проблемы в том числе то есть проблемы с интерфейсом или с с чем ну с интерфейсом главным образом видите привет ору то не пришел как попасть команду разработчиков good game dev что для этого нужно нам сейчас не нужны программисты спасибо большое просто следить за новостями если понадобится разработчик то будет соответствующая новость как например новостью поиски верстальщика или поиски разработчика на windows phone которые проходили в последние там наверное недели 3 вот но команду нас маленькая уютная пользуюсь случаем пока не забыл хочу передать пацанам привет девушка вас просто не работает в коллективе кроме главного редактора но я я привет персонально могу передать за то что все у нас хорошо что столько классных задач что хорошая реализация и все то что сейчас читаю это как раз результат результат работы тех людей которые на портале спасибо большое так блок справа добавили подводить расчет общего премиум на сове данных по премиум зрителям html плеере да у нас несколько раз менялась методика подсчета учитывая тоже там в принципе система по стримингу менялась и счетчики менялись много чего менялась результате когда пришли новые стримеры стало понятно что из общего бюджета премиумов не совсем рационально как рациональный то есть рейтинг считался общий не учитывались просмотры именно премиум зрителей он адекватен если не приходит много стримеров с большой аудитории но очевидно очевидно что система работает плохо если вот как раз приходит человек которого 45 тысяч на постоянной основе и он вот и он начинает его смотрит мало количество премиум зрителей с общих с общей подписки но бюджетом очень хороший поэтому методика расчета поменялась теперь расчет общего премиума ну этого общего бюджета который происходит в в конце последнего числа месяца он проводится не на основе текущего рейтинга стримера по всем зрителям а именно на основе данных по премиум зрителям что в общем то логично оптимизация системы ретрансляции тут я даже не хочу вдаваться подробностям что не владею материалом но последние последнее время мы знаем они нестабильные работе ретрансляции часть проблем и на нашей стороне и это как раз попытка решить по крайней мере те проблемы которые находятся в нашей компетенции эльдар там с zero или им и кажется локи готовили документ я не уверен что стоит вдаваться технические подробности звонить эльдару потому что большинство из нас все равно не поймёт что там произошло надеюсь это приведет просто к тому что рестримы будут работать стабильнее так взаимодействие с одноклассниками вконтакте но тут от нас мало чего зависит просто в одноклассниках появилась они начали пасть потихонечку давать показывает трансляции в их разделе видео там пошли комментарии от одноклассников от разных самых в общем это интересный эксперимент посмотрим они в процессе же делают еще специальный раздел насколько мне известно вот и мы посмотрим что будет что из этого получится исходя из этого несколько повысились требования к это махи мая инициатива у нас то все стримеры прилично никто не ругается особенно в топе вы что что никто никто даже револьвер вот модераторов попросили значительно пристальнее следить за нарушением основных правил стримеров которые попадают в топ-20 на предмет как раз если будет нецензурная лексика если будет оскорбление то действовать жестче чем чем раньше как раз для того чтобы не не компрометировать себя вода 3 высших образования все так и есть вот отвыка там просто запросы по кажется по тегам по интеграции стримов тоже раздел видео они там самостоятельно все делают просто какое-то взаимодействие на базовом уровне есть видео на странице всех видео сделал доступный фильтр по играм это из прошлой вообще трансляции задачи она была выполнена еще тогда большое количество запросов на получение количества просмотров видео короче раздел не поменялся только несколько оптимизирован я не думаю что мы будем вообще видео заниматься до резиновой ну то есть менять раздел до того как на именно на старом сайте у нас да у нас goodgame уже все старый сайт этим будем заниматься уже на новом goodgame чат в чат добавить автозаполнение никнейма должен срабатывать после ввода 3 символ то есть вы если в чате пишите например фомби да фом фомби у вас есть возможность собственно ну кажется на твич 1 аналогичная фича попросили сделали не отображаются прозрачные смайлы в чате прозрачные смайлы у нас есть с ума сойти при клике в чат в чате появляется подсказка времени отправления на пока убирается кстати сейчас как она ничего не появляется а при клике надо кликнуть ничего не появляется нет подсказок она уже столько раз вообще это эта тема то появляется то не появляется ни черта не понятно кто сломал кто это сделал я не буду наговаривать потому что точно не знаю различать в тул типах на ники стримера помощников организаторов судей то есть при наведении кажется на иконку дату типа отличный тул тип у нас не работает вообще класс у меня появляется все работает от чего я тогда на к почему мне не появляется скажите очень не появляется может это если чат в окне находится но это плохо давайте посмотрим кому-нибудь что-то зайдем к беру днем появились хрен тебе Клики у нас почти, да, кликал уже сто раз, кликал. У меня работает, ну ладно. Ради одного бобра делать задачу не стоит. При открытии чата загружается история, если в ней сообщение с обращениями к открывшему пользователю, у вас производится звук, хотя не должен, да, это пофиксили. Новые смайлы, пацаны. Ну, вы большинство новых смайлов видели, Савелий нас в очередной раз порадовал смайликами новогодними, ну и не только новогодними, к Старворсу и, конечно же, конечно же, ну, короче, Пека, Пека в снеге, Гендальф, новогодний, ёлочка. Но мне бы, конечно, больше нравятся текущие, ну, в смысле, новые, которые сегодня появились. Это смайл крана, который возвращается. Кран, который вытаскивает со дна краба. Есть смайл дна, на дне морском, там рыки плавают, и крабик тоже на сундуке находится. И, наверное, стоит, учитывая то, что у нас такие праздники, пойти и освободить смайл краба. Краб – это единственный смайл, который доступен, я вижу, только премиум пользователям. Ну, только личные там есть. И мы освобождаем краба. Историческое событие. Да, конечно же, бобер с джедай, с саблей, с чубак, чубака. Good game. Марин, он, кажется, заменяет стреляющий по бельчатам, точно-точно. Тот же морпех, штурмовик, точнее, стреляющий по белочкам. Обидели белочек. Амнистия на ГГ. Кто-то там пытается краба поставить. Теперь заживем. Меняемся к лучшему. Так, другие. Здесь, скорее всего, баги просто. Можно сделать так, чтобы уведомления начали трансляции. Со временем пропадало через минуту. Видео. Вот видео с багом модерки Firefox. Фикс бага в выпадающей менюшке. Стример не может банить, выдавать права на своем канале. Установить модуль геотаргетинга. Это просто, ну, короче, мы можем теперь таргетить рекламу, любую видеорекламу. И баннеры, и брендирование по городам, по странам, в общем, по гео. Нашел исправил ошибку, из-за которой донат писался в табличке, поступал на счет, но при этом не показывалось уведомление. Последние пару дней мы в фоновом режиме по инициативе системного администратора переехали снова на другой веб-сервер. Многие из вас, надеюсь, этого даже не заметили. Вот, процесс осуществлялся ночью, но некоторое время мы еще расхлебывали последствия переезда. Это все необходимо для того, чтобы можно было... Ну, во-первых, это правильно с точки зрения архитектуры, чтобы все было ни на одной железке, ни в одном цоде, ни на одном канале. Потому что отказ, выход из строя железа даже вроде как с SSD, вроде как с RAID, никто от этого не застрахован. Плюс есть работа на стороне провайдера, и даунтайм в пару часов, он уже весьма критичен получается. И плюс наличие второго веб-сервера дало возможность проводить работы из серии обновления PHP, каких-то модулей пересборки, экспериментов на соседней параллельной машине. Поэтому я приношу извинения за какую-то нестабильную работу с теми же самыми уведомлениями. С счетчик вроде сегодня тоже шалил, чатик перезапускали. Но это все для того, чтобы, как ни парадоксально, повысить стабильность и дальше развиваться. Так. Нашел из правил. Ошибка возникла при попытке проверить пустой комментарий наличие матов. А, то есть, ясно, это баг возникал из-за того, что не оставлял товарища комментарии к саппорту. Алиса искала там мат, а там вообще ничего не было. И, видимо, она призадумалась. Обновление дизайна плеера, макеты, которые будут в резине. Витя, а ты здесь? Ты, кажется, здесь, да? У нас есть какие-нибудь макеты плеера? Это же вроде дело. Кроме того, что на странице канала. Был же вроде макет. Можешь прислать, пожалуйста, мне его в скайп? А что, вводит минимальный донат? Нет, не вводит. Просто есть порог, который ты можешь устанавливать, когда Алиса будет озвучивать сообщение. По умолчанию это 30 рублей. Могу. Спасибо большое, ведь я тогда по HTML плееру... А, по HTML плееру самое главное... Да, самое главное, что пару дней назад мы выкатили HTML плеер для всех пользователей браузера Opera. Ну, вот обновленной версии 43, там какая-то еще. Потому что там был пофикшен баг с треском звука с нестандартной частотой. И сначала мы, конечно, сами потестили. Я тему создал на форуме. Все молчат, ничего не говорят. Ну, думаю, все нормально. Тогда можно выкатывать. Выкатили, тоже все молчат. Поэтому, если у вас Opera, вы обратите внимание, там HTML плеер должен быть вместо флеша. И вроде как он должен работать. У вас вроде 10% это 1010 в сутки. Кто-то наверняка, из пользователей в чате, должен был заметить изменения. Я же отписался, что все ок. Да там у вас было всего двое в теме. Ну, как что? Это же не репрезентативно. Молчат, значит, все ок. Ну, как бы, вроде как, по логике да. Но страшно же, когда ты выкатываешь... Ну, не ты выкатываешь, а когда вы на сайте выкатываете обновление, которое потенциально задевает большую часть аудитории, и у вас нет сведений о том, будет ли оно работать, ну, только на основе этих догадок, то... Ну, хорошо, раз все молчат, то все хорошо. Юзаю, все отлично. Что касается Firefox, там не включено по умолчанию, кажется, еще аппаратное ускорение, поэтому у многих в новой версии Firefox, несмотря на то, что можно смотреть HTML-плеер, но если у вас процессор не очень мощный, то браузер может съесть ядро одно, и начнутся неприятные спайки. Мы проверяли, вы в прошлой трансляции пробовали это сделать, поэтому ждем следующего апдейта и ждем аппаратного ускорения в Firefox. Если там все будет ток, то... То и Firefox выкатим. А, 34-й, 43-й, это этот... Это Firefox как раз, 34-й Opera, да. Вы правы, вы правы, sorry. Я не пользуюсь Opera. Так, 43-я лиса вышла 15 декабря. А, слушайте, а может в Firefox тоже все хорошо? Ребята, у нас есть отличная возможность. Может быть, реально? 42-я вышла в начале ноября, 43-я, соответственно, получается в... Ну, вот сказали, только-только. Три дня прошло. Как у вас работает HTML-плеер? А то вдруг там тоже все хорошо. Давайте попробуем. Если не сложно. Для того, чтобы попробовать, нужно зайти в бета-профиль. Ссылка единая для всех. И включить... А, аппаратное ускорение там так и нет там. Ой, макеты в скайпе, не забудьте. Blacklist. Да, это и есть Blacklist, App Store, баннер, премчат. Хорошо, спасибо большое, Витя, за материалы. Какие-то у меня были, каких-то нет. Да, пап. А ты скидывал Сергею макет? У него задачу завернул, потому что мы сегодня созванивались с ним. Он, кажется, несколько удивился, что ты уже решил эту проблему. Про злогины мы в курсе проблемы, уже есть задача, предвосхищая. Скорее всего, это как раз тоже следствие переезда на резервный веб-сервер со всеми. Санька говорит, допилите турнирный модуль. Честно, пробовал провести турнир на соточке, очень много лажи. Ну, конкретику бы, понимаешь, конкретику. Проведено было уже более 2000 турниров и проводится регулярно. Что конкретно тебе непонятно? Что за... Ну, короче, составь, пожалуйста, если тебе не сложно конкретно, что прем дорожает. Нет, прем не дорожает. PayPal, к сожалению, снимает комиссию. И, ну, короче, для PayPal будет цена особая. То есть тут как раз индикация, что на PayPal плюс 14 рублей. Потому что веб-мании комиссия там 0,8, и андекс-деньги близко к проценту, как бы пофиг. А PayPal, либо ты переходишь на фикс-процент, который, ну, ладно, там можно согласиться 5-6, но для микротранзакций. Но сейчас они снимают фикс, то есть там 10 рублей плюс какой-то процент. Ну, у них там есть в зависимости от объема. Поэтому на PayPal мы вообще были сверх слабоположны. Ну, то есть 14 рублей, а у нас разница 19. Понимаете, что? Работали практически в ноль по тем премиум-подпискам, которые проходили по PayPal. Правда, там не такой большой объем, в конце концов. Поэтому вот. Короче, по Firefox давайте быстро проведем голосование. Наверняка кто-то уже проверил, что смотрим. Как работает Hotmail Player в... Ну, скорее всего, не будет прорыва, раз Ильдар написал, что там аппаратное ускорение у 43-й версии не сделали. Хорошо. Лагает. И я использую другой браузер. Создать голосование. Задача уже есть. Вроде, по крайней мере, верстка давно есть. Понял. Тогда нужно будет внимание обратить. Ну, вот уже хреновая статистика. То есть не должно быть вообще 2 к 1. Это хреновая статистика. Ну, тогда ждем нового Firefox'а снова. Внести изменения в личный премиум, добавив стоимость 149. А, это как раз по новопришедшим стримерам и возможности ставить кастомную цену. То есть там можно 79 по умолчанию, не для всех. Но любой стример волен поставить другую стоимость. Кажется, мы об этом говорили тоже на прошлой трансляции. Убрать поле ввода мейла, если не выбран PayPal, это чисто такая... Ну, атовизм, так скажем. Ну, если пользователь залогинен. Снизит порог срабатывания Алиса с 30-20% проблемных пользователей на серверах. Речь идет о внутренней системе контроля количества проблемных пользователей. Ну, качество трансляции, короче говоря, технически. Там раньше был порог для одного сервера КА-30, снизили до 20, потому что норма вообще сейчас от 5 до 8% проблемных пользователей. Просто быстрее будем несколько узнавать о том, что где-то есть серьезное отклонение от нормы. Алиса работает и в скайпе. Все хорошо. Да, Алиса сообщает нам о проблемах с сервером. Она молодец вообще. Ну, это разработка вообще Локи. Он, видите, Алису и в чатике, и прикрутил к системе мониторинга. И как только на одном из раздающих серверов появляется проблема какая-то, там может быть много факторов, много причин, идет сообщение в скайп-конференцию, где находятся администраторы, они получают месседж о том, что на таком-то сервере такой-то адрес, столько-то проблемных пользователей. Ну, собственно, просто порог снизили. Турниры. Если в названии турнира присутствует апостроф, то не отображается список турниров. Фикс большого числа иконок игр. Если пользователь забанен в чате турнира, он не должен иметь возможности регистрироваться. По турнирам фиксов мало. Ну, как бы, их и не так много в конференции организаторов турниров. Но вот раз Санька сказал, что там не все так гладко, видимо, нужно еще дорабатывать. Сноу не запилили. Сноу не запилили, но учитывая то, что у нас не будет брендирования новогоднего, я думаю, что хотя бы чатик нужно вернуть снег в чат. Хоть какое-то праздничное настроение будет, правда ведь? А то ведь... Так, Витя будет входочным руководителем. Это улучшение, безусловно. Так, мобильные приложения. Заменить, добавить заглушки для плеера при заходе с мобильных устройств. Если пользователь заходит с iPad, ему необходимо ставить заглушку такую-то. Витя, кстати, скидывал как раз их. Скоро и на iPhone. Конечно, скоро, завтра. И, соответственно, ссылочка на приложение. Кстати, большое спасибо за положительные оценки. Последние версии приложения, где, собственно, было добавлено самое главное оригинальное премиум-качество. Я не помню, где апдейт был. На прошлой трансферс мы по поводу этого говорили. И не забывайте, что если у вас есть iPad, и вы смотрите стримы, но еще не оценивали приложение, вы можете оставить хороший отзыв, конструктивный, желательно пятизвездочный. И написав на почту ipadsobaka.gutgame.ru, правильно ведь я говорю? ipadsobaka.gutgame.ru, вы получите бесплатно подписку на месяц на все каналы. Это не подкуп, ни в коем случае. Вы что, мы таким делами не занимаемся. Это способ привлечения внимания к хорошему приложению. Версия 1.1.1. Так, то же самое по поводу Android-устройств, но здесь, конечно, больше значительных новостей, потому что буквально пару часов назад... Что там? Пацаны есть еще, проголосуют, запарился писать. А, я понял. Хорошо, тогда пока не забыл по поводу Вити. Если вам несложно, если у вас устройство с операционной системой Windows Phone, пожалуйста, проголосуйте относительно... Ну, вот здесь проголосуйте, пожалуйста. Вот здесь вот. Там надо указать, какая операционная система на вашем мобильном устройстве под Windows. То есть, 8.1, 10 или другая. Ну, или сказать, что у меня другой девайс, но нам как бы пофиг. То есть, тут вопрос именно к пользователям, потому что сейчас под вопросом платформы разработки... То есть, есть определенные вопросы. Разработчика вроде бы нашли. Форсировать разработку не будем, потому что пользователей на Windows Phone пока очень-очень мало заходят с девайсов этих... С Android, например, там... Не знаю, сколько это... Фиксировал вроде. 12% пользуются с Android. А Windows Phone меньше процента. Зачем это, говорит? Спрашивает ледокол. Для того, чтобы понять, под какую систему изначально затачивать приложение. Вот. Или у тебя... Я делал приложение еще на VP8, и оно работает на... Да, это понятно. Skype говорит, Витя. Покажи стату нашего приложения. Стату какую стату? Воу-воу-воу, полегче. Так, а это что за провал? Я знаю, что это за провал. Вышло приложение, в котором отвалился... Почему-то был заменен счетчик Flurry, и статистика в принципе не собиралась. Только собиралась у тех, кто не обновил приложение, то есть отключил обновление приложения. А так, да, это во многом, кстати, левые товарищи, там, от Мэдисона и прочих, которые пришли. Вот. Пользуйтесь. Специально сделали для вас. Специально. Юзайте. Так, то же самое, если вы заходите с Android устройств, вам будет показана заглушка. Потому что сегодня, пару часов назад, приложение под авторством доктора Рея, низкий поклон, как говорит Мантич ему в чате, выложил, зарелизил, в общем, приложение, которое было Альфе, было в бете, где оно только не было. И теперь доступно всем, кто хочет, в Google Play. Там даже есть электросмайликов. На протяжении альфа-версии было выкачано несколько патчей, два или три крупных с багфиксами. У нас есть еще порядка полудюжины задач актуальных, но они не такие приоритетные. Их можно делать спокойно в процессе, уже в релизе. Вот, поэтому хочется отдельно поблагодарить тех людей, которые тестировали приложение. Потому что, главным образом, на основании вашего фидбэка, ну и при содействии, естественно, Виктора, формулировался список ошибок, правок и прочего. Ты раньше стартанул так нечестно. Локи, я тут о тебе столько говорил. На самом деле, эта система анонсов у нас такая классная. Неправильно заполнил время, дважды причем. Да, кстати, у меня чашка с принцессами. Белоснежка. Кто это, господи? Я их не знаю. Я тестил, премиум будет. Если хорошо тестил, премиум будет. Видите? Так, здесь чейнджлог по версии 0.5. Это, наверное, последний большой апдейт, который был до релиза. Там были еще фиксы в 5.1, кажется. А потом хопа и 1.0.0. Поэтому я обращаюсь к тем 12% пользователей, которые... Я знаю, что у вас есть девайс под операционной системой Android. Вы можете использовать это приложение и для телефонов, и для планшетов. Оно, конечно, не оптимизировано с точки зрения дизайна под планшеты. Просто скалируется. Но оно работает. Должно, по крайней мере. Use it. Бесплатно. Основной функционал в приложении есть. Ну, то есть, там даже больше, чем... Значительно больше, чем было в первой версии приложения для iPad. То есть, трансляции в премия, нативный чатик, там селектора смайлов, возможность логина через социальные, в том числе, синхронизация с избранным, раздел с играми, возможность приобретения премиума. Присутствует сразу же, насколько я понимаю, в приложении. Мы пока не стали туда добавлять видеорекламу, потому что ее, опять же, не так много на мобильных. И не очень хочется в первой версии добавлять такие вот источники монетизации. Потому что, наверняка, вы еще расскажете, что нам нужно исправить в приложении. Потому что резко становится больше количества пользователей, и, соответственно, вероятность нахождения какой-то недоработки, какого-то бага будет. Приложение мы будем дорабатывать дальше. Везде поставил 5, и молодец, ты прав. Желательно потестить, конечно, если вы, ну, то есть, и какой-нибудь дельный отзыв оставить. Я думаю, что, я вот не уверен, что сообщить о баге есть в приложении в релизе. Но должно быть по логике, потому что оно универсальное. То есть, если у вас есть какой-то фидбэк относительно работоспособности приложения, вы можете использовать внутреннюю систему репортов. Она даже предпочтительней. Потому что там, насколько я понимаю, мы видим, какой у вас девайс, какая версия операционной системы. И это поможет в вылавливании какого-то особо извращенного бага, так скажем. Есть, говорят. Ну да, это было бы... Спасибо, Вить, большое, что слушаешь. В общем, да, если у вас есть замечание какое-то по приложению, слева там кнопка, выпадающий список, или тапается, кажется, да, меню слева, и сообщить о баге, пожалуйста, сообщайте. Поправим. Вот. Но это, конечно, событие. Еще раз благодарю Андрея Виноградова, разработчика неофициального приложения. Был проделан достаточно серьезный путь. Благодарю, естественно, Витю, который креативил и адаптировал дизайн под Андроид. Ну и, конечно же, программистов со стороны веб-сайта и по содействию. Ну, в общем, там целая команда работала. Здорово. Молодцы, молодцы. Так, хорошо. На iPad был... Я помню, вот я задал вопрос до начала трансляции, Витя, относительно того, какой был апдейт в iPad. Витя сказал, что не был апдейт. Я помню, что был. Вот. По крайней мере, с фиксом, когда у пользователя несколько подписок, там было связано с API. То есть, если несколько подписок, считалось только последнее. Кажется, что-то в этом роде. Но, возможно, что-то еще упустил. Но... Но, раз Витя не знает, это, конечно, к нему вопрос. Да. И мы переходим к самому интересному, к будущему. А, нет, подождите, давайте макет посмотрим. Новый плеер... Скорее... А почему у нас градиент снизу весь? Ну, что по чекам? Не, нормально все. Короче, безумный дизайнер продолжает менять плеера, упрощать, увеличивать элементы интерфейса, потому что знает, что вы мажете. Вот были бы точнее, кнопки были бы такие же маленькие, как и сейчас. Дается больше внимания контенту, без всяких плашек. Это плеер, который будет размещен именно на странице канала. Поэтому здесь нет числа зрителей. Убирается будет две версии плеера. В общем, практику видео попробуем применить в этом плане. И твича в том числе, кстати. Но до этого еще пока долго, до плеера обновленного долго. Будет расширен функционал черного списка, потому что статистика показала, что есть люди, которые им пользуются. И можно будет лучше донести информацию о том, что такое черный список, как он работает, добавить и, главное, убрать канал из черного списка. По менеджерению черного списка мы на старом сайте, скорее всего, делать уже ничего не будем, а будем видоизменять вкладку «Избранная» в резиновой версии плохого гудгейма. Не знаю, почему Локи завел Bad Good Game. Вот здесь вот будет список избранного. Видели, наверное, макеты. И, короче, там уже будем реализовывать все это дело. Так, а что у нас по операционной системе, кстати? Понятное. Пека появилась. Да, кстати, смайлики, которые появляются в чатике, они же, помните, сразу и на сайте оказываются. Вроде работает, но как в избранное добавлять сердечко, но уже получше, чем старое. Добавьте, пожалуйста, опцию выбора качества. Есть. Там же вон, вот на эту шестеренку нажимаешь, и это же как на ютубе, кажется. Вить. Вить, а почему пользователи Android не понимают, как качество сменит? Ладно, закрыли. Будем разбираться потом. Так, черный список раз, черный список два. Потому что, ну, басы, говорит, Турера. Старый сайт, новый сайт, где-то это уже слышал, говорит, SkinDiver. Ты давно, да, с нами? У нас будет старый-старый сайт. Старый сайт и новый сайт теперь, как Локи заметил, верно? Несколько итераций, несколько версий, так скажем. Да, здесь индикация того, как работает премиум чат, ну, типа, сабмод, который использует, на самом деле, главным образом, Мэдисон. Возможно, кто-то из пришедших тоже будет юзать. Но я повторюсь, запилить эту фичу, это заняло 2-3 часа. Совокупно с макетами и реализацией со стороны программистов. Поэтому, может быть, я надеюсь, будет использовать и будут использовать и другие стримеры. Тут, скорее, вопросы в популярности. То есть, в определенный момент, когда начинают смотреть 5 тысяч человек, 10 тысяч человек, чатик, по крайней мере, на твиче без сабмода читать сложновато. Ну, у нас Алиса работает с одной стороны, ну, и сабмод, опция. Израиль говорит 2-3 часа, окей. Израиль, не 2-3 часа? Надо посмотреть, сколько... Вообще, я думал, что Локи работал над этой задачей. Возможно, вот в этом проблема как раз. Израиль. Ладно, хорошо. Проехали просто, просто проехали. Не акцентирую внимание. Хоп-хоп. Так, что касается... Запилить сабмод 2-3 часа, сделать его нормально больше. А вот можно сразу сделать нормально? А может и нет. Ладно, хорошо. Это уже философские темы. Ну, действительно, после задачи нужно еще там доделывать те вещи, о которых заранее не подумали, которые там вылезают. И с точки зрения интерфейса, особенно когда пилится вот хоп-хоп и в продакшн, как говорится, о дизайне там особо никто не думает. И потом видите такой, о боже, фича новая, а как же сделать? Ну, в общем, классный процесс. На коленке все собираем. Значительную часть времени сейчас уже начинает занимать обновление внешнего... Какого его внешнего вида? Это не только внешний вид. Короче, новая версия сайта. На нее пока попасть стороннему человеку нельзя. Запаролен. Потому что здесь слишком много страшных вещей, которые могут травмировать неподготовленного юзера. Но уже значительно лучше, чем было в прошлый раз. Вы, наверное, знаете, по каким причинам мы решили... Мы решили пойти на такие серьезные изменения. Перейти к адаптивной верстке. Потому что, когда делался новый дизайн текущего сайта, он делался фиксом под наиболее популярное тогда разрешение. С того момента расклад довольно серьезно поменялся. И в результате получается так, что сейчас у большинства сайт смотрится не так хорошо. Там большие боковые полосы. Плюс еще акцент сместился на стримы. Соответственно, от страницы канала хочется не маленький плеер, а плеер и чатик как на Твиче побольше. То есть хочется эффективнее использовать свободное пространство. Плюс попутно с переосмыслением ключевых разделов под резину, так называемую, мы ее так внутри называем, родилась идея некого сквозного блока, который объединяет в себе те разделы сайта, которые, по сути, являются сквозными в той или иной степени уже сейчас. Например, уведомления, которые приходят пользователю, где бы он ни находился. Или избранное, которое по статистике очень часто вами используется. Тут же вспомнили, соответственно, и про чатик, про комнаты, которые хотелось бы, чтобы были постоянно, но не было понимания, а как они будут... Ну, то есть мы их даже запилили, комнаты черт знает когда. Но в текущей версии сайта, когда чат не является сквозным, когда он меняется от раздела к разделу, смысла там после каждого обновления заходить в новую комнату, которая относится к этому разделу, никакого нет. Поэтому функционал и остался, в общем-то, таким же невостребованным, невостребованным, ну, из-за того, что не было некого элемента, который проходит через весь сайт. Ну и личные сообщения, переписка, там, группы, друзья. Мы даже в новой версии, скорее всего, эту часть отложим на потом. Будет сначала, собственно, избранная, скорее всего, с анонсами, черным списком и прочим, потому что, опять же, очень популярно. Будет сквозной чатик с плеером, который уже тоже показывал, чтобы вы могли смотреть трансляцию, находясь, ну, и при этом ходить по разным разделам сайта, чтобы тоже сквозным был. Некая персонализированная лента, которая объединяет уведомления, там, о началах трансляции, о том, что вам ответили на комментарии, отписались в вашей теме. То есть, таленты, которые отображают инфу, актуальную для конкретного пользователя. Вот. Собственно, над этим работаем. Первыми страницами, которые попадут под раздачу, будет главная страница. Она уже вышла за рамки макеты и находится на тестовом сервере. Здесь верстка, здесь актуальные новости, более-менее актуальные турниры, видео, блок форума с фильтром, жутким по внешнему виду, но настраиваемым, в отличие от текущей версии. Программа трансляции с возможностью отфильтровать те каналы, на которые ты подписан, но, скорее всего, мы еще видоизменим этот блок. Новости, которые тоже адаптируются под резину и в зависимости от разрешения пользователей, там, убираются, например, иллюстрации, если у пользователя разрешение, там, 1024. Фактически сайт оптимизируется по текущей статистике под 85% пользователей. То есть это все те юзеры, которые используют те разрешения, под которые сайт адаптируется, растягивается и заполняет более или менее равномерно контентом всю свободную область. Вот. Тут огромный объем работ. Сегодня там добавили футер, какие-то изменения по количеству материалов, там, видео, по числу и размеру превьюшек они там скачут. Но это как бы уже не макет. Подгрузочка новостей еще есть. Это уже сайт на левой машинке. Вот. Но работы здесь много. Следующее, что будет, это страница канала. Потому что, опять же, если взять, например, текущую страницу канала стримера, А, и он будет еще шустрее работать. Тут же еще технологии подгрузки. То есть загружаться будет быстрее разделы. Пык-пык-пык. Тык-мык. Я не знаю, как это сделать. Это магия какая-то. Вот. Если мы берем, например, текущий какой-нибудь канал, это абсолютно привычный, но не очень удобный с точки зрения просмотра формат. Маленький плеер, маленький чат. Поэтому всякие костыли, типа, развернуть-свернуть. Хочется, чтобы контентная часть занимала все свободное пространство. Поэтому... Поэтому плеер без отступов, без границ. Поэтому чатик по высоте. Вроде как. Проводили голосование на прошлой трансляции и решили вообще название немножко спустить. Не над плеером как раз показывать, а внизу. Ну, исходя из твоей логики, что если ты заходишь на страницу канала, то тебе уже... Ну, ты знаешь приблизительно, куда ты зашел, к какому стримеру. И если хочется, посмотришь. Но самое главное — это плеер. То есть контентная часть важнее. Значительно переработаны кнопки, вкладки, количество подписавшихся. Тоже, кстати, чем-то напомнит Вичовский. Статусы. Вы подписаны. Отписаться. Здесь элементы интерфейса в чатике не совсем привычные. Они будут дорабатываться. Мы убираем интерфейс сверху. Там обращение к стримеру. Переносим ниже. Потому что когда чатик маленький, ты тратишь немного движения для того, чтобы, например, к стримеру обратиться. Когда чатик большой, то логично, чтобы элементы управления там... Ну, так же короче, как смайла. Иконка смайлов находится рядом с полем ввода. Хочется, чтобы то, что относится к чату, находилось в той зоне, где чаще всего пользователь обитает. То есть рядом с полем ввода. Другой вопрос, что иконки. Витя над ними еще сказал, что поработает. А так, скорее всего, элементы управления перейдут вниз. А, комментарии же еще новые. Ёшки-матрешки. Ну, это первый вариант. Тут много всего. ГГ чем-то напомнит Твичевский. ГГ чем-то напомнит Твичевский, говорит Локи. Ты на Твич заходил? Да, у них похожие темы. У них очень похожие темы. И вот здесь похожие темы. Скроллить надо, чтобы написать стримеру, говорит Мердекс. Нет, тут просто не очень удачный макет. Чат является сквозным. То есть у тебя будет вот это вот упираться в самый низ. И это будет стабильно. То есть эта часть, она не меняется. То есть ты скроллишь вниз, чатик идет с тобой. Что вверх? Ну, короче, вот так вот. Вот видишь, вот справа штука. Там, правда, нет чатика, к сожалению. Вот ты скроллишь, и чатик там с тобой находится. И поле ввода, оно, естественно, в фиксированном месте всегда. Естественно, никто не будет делать так, что тебе нужно скроллить, чтобы просто макет не помещается здесь. Ну, не помещается макет. Мы же не знаем, какое количество вкладок там у пользователя. Ну, Витя не знает. Могут быть вкладки, в смысле закладки какие-то. Может их не быть. Сколько, ну, в общем, это от браузера еще в том числе зависит. А так-то естественно. А как в чате сообщение для дня посмотреть, если оно уехало уже? Да, никак. Ну, команду ввести, наверное. Или обновить, блин, страницу. Интересный вопрос, кстати. Этим пользуется? Посмотреть месседж of the day. Кнопку «Посмотреть месседж of the day». Так где будет в таком случае ник стример, чтобы кликать по нему? В текущем варианте это сейчас иконка просто вот этого стримера. Она абсолютно не узнается. Я согласен. Все привыкли к тексту. И Витя в курсе проблемы. В5 кнопку. Ну, да. Один вопрос. Почему браузер Opera лагает звук на GG плеере в Google нормально? Вот пришел первый репорт от Opera. Ну, товарищу Ассасину, порекомендую просто зайти в бета-профиль и включить Flash Player. Но, скорее всего, тебе... Либо обновить Opera до более последней версии. Там должны треск были убрать. Ну, давайте проведем легкое голосование. Насколько часто вы пользуетесь... Насколько часто вам необходимо прочитать... Перечитать, скорее, да? Там... Увидеть сообщение дня. Ну, вы понимаете, да, о чем речь? То есть вы заходите к стримеру, вам сразу показывается месседж of the day. Ну, и через какое-то время вы хотите его посмотреть снова. Ну, как часто такой кейс? Не бывает такого. Не понимаю, о чем речь. Нет, не надо. Иногда... Редко. Давайте несколько градаций. Очень редко. Редко. Часто, очень часто. И мне все равно... Я упырь. Проголосуйте, пожалуйста. Потому что от степени... С одной стороны, не хочется вообще перегружать интерфейс какими-то дополнительными штуками. Может, имеет смысл вынести вообще... Показать месседж of the day в настройке. Но кто его там найдет, в конце концов. Может быть, поможет опция для стримера, типа, повторять месседж of the day с каким-то промежутком времени. О ней тоже говорили, но по каким-то причинам ее отложили. Вот. Но знать, насколько вам это нужно, было бы неплохо. Ясно. Ясно, ясно, ясно. Спасибо большое за то, что проголосовали. Оп, видите, превьюшки прыгнули. Так, ну, на самом деле, по макетам очень много вопросов. Можно взглянуть еще на комментарии. Значительно увеличен шрифт. Мне кажется, весь сказал на 4 или на 5 пикселей даже. Будет увеличена аватарка. Ну, удобная читаемость повысится, соответственно. Я надеюсь. Есть идея разделить комментарии отдельно на плюсы, отдельно на минусы. Потому что иногда ты видишь заплюсованные комментарии. У вас нет такой опции, но у нас есть возможность смотреть, кто поставил плюс, кто поставил минус. Если ты видишь, например, комментарий, который вызвал, у которого там 20 плюсов, ты заходишь, а там мясо просто, там 50 плюсов, 30 минусов. То есть просто плюсы не показывают, насколько, во-первых, много людей проголосовало, потому что вычитается, ну, то есть есть одно только число, единое, либо положительное, либо отрицательное. И в теории комментарий может иметь один плюс, а там такое противостояние идет, 50 на 50 голосов, и этого нет. А комментарий типа интересный. А задача как раз плюсов и минусов показывать реакцию других пользователей на этот комментарий. Поэтому эта идея не новая, естественно. Родилась идея сделать две разные иконки. Одна отвечает за повышение рейтинга, другая отвечает за понижение. И показывает, соответственно, не одну цифру, а два числа, там зеленое и красненькое, чтобы у вас было больше представлений о том, насколько большой резонанс вызвал тот или иной коммент. Вот. Что думаете? Что там? Доктор Рэй говорит, вы так говорите, как будто голосование на ГЭШ на что-то влияет. Наивные вообще, наивные. Все равно мы, естественно, все решаем. Не, ну, конечно, конечно, без вас никак. Слишком сложно, говорит контролер. Можно ли убрать численность комментариев? Понимаю, что благодаря числам можно понять, кому адресован. Можно как-то заменить число комментариев. Заменить. Ну, я озвучил, Витя подумает. Я не вижу вообще, на самом деле, проблему в том, что есть нумерация комментариев. К этому привыкли, это удобно. И время грузиться с дерева. Я до сих пор предлагаю все оценки перевести к виду 10 из 10 или типа того. Это как? А как вообще форум будет организован? Начали все по-старому? Все по-старому. Пока все по-старому. Только внешний вид поменяется. Ну, хорошо, ладно, едем дальше. Тут, опять же, была попытка отобразить некие ачивки, о которых говорили давно-давно. То есть, есть идея. У нас есть замечательный иллюстратор. У нас есть ориентированный на игры комьюнити. И есть возможность поощрять любое действие пользователя. Создал интересную тему, получил ачивку. Постримил, собрал там 100 человек, получил ачивку. И дать возможность пользователям выбирать, какие ачивки отображать рядом со своим аватром. для того, чтобы, ну, хоть как-то двинуться от иконок перед никнеймами, чем-то их дополнить более ценным, осмысленным, чтобы были понятны роли, были понятны достижения в рамках гудгейма. Вот. Но это так. Это все равно будет отложено на потом. Нарисовать-то Савелью, я думаю, не проблема. Он уже там накреативил оружие всяких для турниров. Но, что касается интересных действий, за которые нужно поощрять, тут несколько сложнее. Ачивка гудгейма. Да, ачивки могут быть и отрицательные, но я думаю, что поощрять за негативные, отрицательные вещи, типа, там, получил 5 банов. За такой ачивки отдавать нельзя, потому что эти ачивки, они будут, особенно этих пользователей, которые получают предупреждение и баны как-то поощрять на продолжение своей деструктивной деятельности. А вот полезные обществу вещи можно. А может, ведешь какой-то мини-приз для стримеров, допустим, 1-2К в месяц, и мы будем голосовать в конце креатив-хайп-тру или true story, например. Зачем? Ну, то есть, вообще, вообще не понял. Заметил такую вещь. Нет никакой возможности отписаться именно от почтовых уведомлений о стримах. В всяком случае, сделать это быстро. Ты отписываешься, да, от уведомления... Подожди, подожди, ты же можешь зайти на страницу канала, поставить галочку, подписаться, отписаться. Только так. Отключить полностью почтовые уведомления. То есть, ты хочешь отписаться от всех почтовых уведомлений разом. То есть, ты хочешь забить на ГГ. очистить почту и убрать почтовые уведомления. Самый простой вариант указал спонсор записаться от всех избранных стримеров. Это достаточно частный случай, то есть, чтобы у человека было много-много стримов, что он подписан, а потом он взял и решил, все, я отписываюсь по тем или иным причинам. Но это частный случай. И все равно будет количество знаков ID считать. Ну, куда же без этого? У меня один. Надо партнерку, пригласить 100 друзей и получить 2% от донатов. Понятно? Нет, нет, не то. Когда у тебя 20 подписок? Ну, что, зашел в избранное, да? Зашел в избранное. Я продемонстрирую, как это делается. Зашел в избранное. Тык-тык-тык-тык. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Зашел, убрал галочку уведомления о начале трансляции, применить и повторить 20 раз. Это будет быстрее, чем пилить непонятный функционал. Но, скорее всего, это делать нужно на странице с подписками, тут открывать опции, типа, подписаться только от мейловских уведомлений или вообще отписать. Ну, короче, нужно, конечно, здесь кнопки присобачить, такой же интерфейс. Потом и так сойдет. Потом Витя придет, скажет, «Е-мое, что вы наворотили?» А это для 10 пользователей, которым удобнее отписываться. Ну, в общем, забей. Не стоит. Пока не стоит. Да у нас есть такая кнопка в пис-б-ме. А, письме. Письме. У нас есть такая кнопка в каждом из писем, но она влияет только на конкретную трансляцию. В принципе, да, человек может, получив уведомление, нажать одну кнопку и даже он не залогинен, на сайте будет. Она пишет это уведомление. Короче, все нормально. Сделайте что-нибудь, чтобы в почту спам не летел, запили голосование. Что в почту спам не летел? Что? Мы не спамим. У нас письма только те, которые, на которые ты подписался. Или что письмо приходит в спам. Так, давайте я быстро добью, что осталось. Другие. У нас есть другие еще. Это пофиксили. Статистика позв... Да, отлично. Как вы думаете, как вы думаете, какое количество пользователей... Ну, ладно, давайте начнем с... Да не, не будем начинать с простого. Какое количество пользователей в данный момент забанено модераторами на сайте? Давайте. Учитывая то, что ежедневная посещаемость по разным оценкам от 80 до 120 тысяч в сутки. Ну, только сайты. Я не имею в виду плеер, я не имею в виду, что он там на других сайтах. Вот на сайте, условно говоря, 100к. Сколько людей, тысяч, десятков тысяч, забанено в данный момент? Вот активных банов имеет. Сколько людей имеет активные баны, то есть, которые сейчас длятся? 15%. 50%, 3%, 4%, 1 человек. Бан, который выносится модератором. Не те, которые выносятся стримером в чатике, там, внутри, а именно баны на сайте. 20%. Давайте в процентах, хорошо, в процентах. Сколько людей? 100к. Ну, вот, как бы, условно говоря, да? 1-2 процента. То есть, 1000-2000, да? Менее 1 процента. Пока самый близкий вариант. 118 человек. 118 человек. Полляма зарегенных. 118 имеет активные баны. Понимаете, насколько их мало? Насколько мало этих диссидентов, и насколько серьезно они шумят. Я был в шоке просто. Я догадывался, что там какой-то мизер, что там, блин, ну, не больше тысячи, точно. 118. Карл, 118. 100к в сутки, 118 забанено. Даешь больше банов. Да! Надо жестче. Надо повысить на порядок это число. Представите, какой порядок будет на сайте. Увеличил до 1000. Вообще шикарно все будет. Короче, я поразился этой статистикой, просто хотел с вами поделиться. А сейчас немного серьезного вопроса. Вы, наверное, слышали, что в фильтре появилась возможность указывать жанры по играм. Ну, например, стратегии, да? Если вам интересен Warcraft, Starcraft, или стратегии в реальном времени, или MMORPG, вы можете просто ввести не название игры, а именно жанр игры. но мы не знаем, что для вас приоритетней. Игра или жанр? Вот хотелось бы провести голосование и узнать. Вот только... Я понимаю, что вы пользуетесь в большинстве сейчас фильтром по играм. Может быть, кто-то из вас не знал, что есть возможность списывать жанры. Но вот попробуйте представить, попробуйте представить, что есть возможность фильтровать по жанру. Собственно, чем... Что для вас удобнее? Так, зафиксировали часто, очень часто, 21%. Что для вас важнее в фильтре по стримам? Фильтрация по играм. Фильтрация по жанрам. И я не понял. Я упырь. Проголосуйте, пожалуйста. Хотя бы вот расставить, потому что когда мы внутри обсуждаем там 2-3 человека, 5 человек, это все равно не то. Нет, если говорить о стримере, то вы на него подписаны. То, как правило, вы на этот канал... И речь идет о новых трансляциях, на которые у вас не в избранном, о потенциально интересных каналах. Вот так вот. Потому что вот эти вот все вкладочки, фильтры, они делаются главным образом для того, чтобы вы в рамках какой-то либо игры, либо жанра смогли найти для себя что-то новое. Ну, понятно. Сейчас расклад следующий. 60% практически за фильтры по играм и 23-24% фильтры по жанрам. Мы попробуем ради эксперимента сделать следующим образом. вместо фильтра, который состоит по умолчанию из трех игр, там на усмотрение либо пользователей, либо рекомендуемыми... О, кстати, у меня почему-то... Может, сохранить нужно? Нет, у меня не отображается вкладка. Это баг. Будет третьим отображаться не игра, а ваш жанр на основе тех игр, которые вы смотрите. То есть мы попытаемся в качестве эксперимента показывать две игры плюс ваш любимый жанр. И, в принципе, это согласуется со статистикой. То есть где-то 2 к 1, ну, чуть больше, чем 2 к 1, предпочитают фильтр по... Ну, понятно, что здесь нет белого и черного. Это как бы вопрос... Он единый, и, скорее всего, кому-то будет удобно так, кому-то будет удобно по-другому. Ну, и попробуем тогда сделать так. Две игры плюс ваш любимый жанр. Две игры, любимый жанр. Нормально? Какая вкладка не показывается? StarCraft Hots. Лучше два жанра и две игры. Ну, там... До резины мы не сможем сильно двигаться по ширине, потому что есть игры, которые тупо не будут помещаться в фильтре. Будет ли больше трех полей? Нет, нет, нет. Это пока вместо третьего поля будет жанр. Такой же лот. Да, уже, типа, нет хотсовских стримов. Понятно. Да, в этом проблема тогда. Ясно. Все, вопросов нет. Ну, хорошо. Вроде бы на этом все, что касается новостей, что было сделано, вложились всего лишь в полтора часа. Ху-ху, easy. И теперь я перехожу к самой интересной и продуктивной части, к вашим сообщениям. Будем читать в чатике, потому что благодаря новой системе анонсов у нас нет больше комментариев. Поэтому пишите, задавайте вопросы, сообщайте о багах в чате, только... Вот. Скопируйте с твича, там классно это сделано. Ну, почему один любимый жанр? Сделать полноценный фильтр по жанрам. Так нет, речь идет о по умолчанию. Ты можешь сделать как угодно. Ты можешь хоть три жанра вписать, даже сейчас. Что значит, пишешь здесь, там, стратегии, стратегии, я говорю, пишу. Это, кстати, фича бесит, что провел. Ну, стратегии пишешь. Потом экшн. Потом, не знаю, что еще мне нравится. Морпг. Все, и у тебя фильтр. Все. По жанрам. Пожалуйста. Ты можешь кастомизировать уже сейчас. Речь идет о том, как предустанавливать по умолчанию. Потому что, одно дело, мы продвинутые пользователи. Старожилы. Знаем, как все делается. Другое дело, когда человек заходит, который озирается по сторонам и не знает, что ему, куда ему тыкнуть, для того, чтобы было хорошо. Вот ему как раз по умолчанию хочется... А можно на кнопку... А можно на кнопку... Что? Комменты писать. Да, можно писать в комментах каналу. Может быть, это и лучше будет. О, меня разлагинило в чате. Первый раз, кстати. А жалоб было много. Вот. Вот так вот. Так, ладно, действительно, давайте перейдем в комментарии, не в чате, простите меня за дезинформацию, потому что там уже пошли комменты. И... Да, я видел картинку, очень полезная штука. Меня, скорее всего, не будет, но потом записи посмотрю. Недавно обратил внимание, что чатик перестал отображать Кану. Графическую форму... Да, спецсимволы мы специально отключили, потому что из них они чаще всего использовались для всяких непотребств. Спрашивал логи по ответу, понял, что символы удалены. Да, из нытья модераторов нет, не так. Но замечу, что конкретно они не наезжают на сообщения других пользователей. А как определить? это вообще? В большинстве случаев никому, извини, графическая форма японского языка не нужна. И в большинстве все спецсимволы используют для того, чтобы гуси нарисовать что-нибудь в чатике. Зачем нам это нужно? Вот. Это хорошо, что ты знаешь японский, теперь мы знаем, что ты знаешь японский, но специфика сайта несколько другая. И по этой специфике оказывается, что это нафиг никому не нужно. Да, запускаем камеру работяги. Я понимаю, что очень малый персцент, так и есть. Расписание на главный, меняемся к лучшему, название немного фуфа, залитые фотки, дефонити в анонсе не нужны. Так и есть. Я все спутал. Михаил, привет. Думаю, проблема известна, все же. В общем, напрягание, разлагинивание, есть уже задача. Про разлагинивание и только что понаблюдали, что она есть. При нажатии на обновление списка стримов на главный список пропадает, остается пустое пространство. Нет больше вашего селектора. Пользуйтесь старой версией, 1600 человек и что-то не показывается. используйте новый селектор. Используйте. Что, мини-гуф? Не, все нормально. У кого-то был мини-гуф. Ничего страшного. Меняемся к лучшему. Добрый вечер, скайп пустишь. Воу, 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 Петр, 74 рус. Ну, давай попробуем. У нас первый гость. Первый, последний. Так. Как же тебе добавить? Я к людей не добавляю в скайпе. А, просто поиск, поиск в скайпе. Давайте. Петр, 74 рус. Сейчас мы послушаем. Хотя бы тему разговора бы определил. Вопрос какой-то. То есть, начнется. Петр. Давай, Петр. Он же лютый матершинник и нарушитель. Сейчас мы узнаем. Выйдем от нечистой воды. Здравствуйте, Петр. Как у вас по мочеству? Здравствуйте, Михаил, вечер добрый. Вечер добрый. Как меня слышно? Слышно хорошо, на удивление. Гарнитура, судя по всему. Ну, честно говоря, как раз был не уверен, что гарнитура будет хорошо. Звук эти... Ну, вообще, на самом деле, Михаил, у меня вопросов всего раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь очень коротких вопросов, вполне приличных. Я не знаю, почему ты про меня так плохо подумал. Это не я, я озвучиваю чатик. Ну, да, чатик он может. Чатик может. Да. Значит, вопрос первый по поводу игнор-листа у помощников. Дело в том, что в связи с тем, что я помощник у тебя на канале, есть такая проблема. У меня такой очень отборный игнор-лист, которым я очень долго отбирал людей, которые мне мешают нормально чат читать. Так. А у тебя, будучи помощником, я-то их не вижу, они у тебя хулиганят. Вот. Поэтому простой вопрос, насколько можно, то есть, либо просто функцию временно отключать игнор-лист, ну, если это вообще вот актуально, потому что нас очень мало таких. Ну да, вас мало. Вот. Поэтому это, если возможно, вдруг это кнопочка, которая очень... Ребят, кому в чате еще такая функция нужна? Кто пользуется? У кого здоровенный игнор-лист, как у Петра? Да ладно, здоровенный, все, человек 10. 10? Угу. Ну, видимо, они самые такие, я вчера... Локи говорит минус, раз минус и плюс. Самое главное, Локи поставил минус. Ты понимаешь, что Локи поставил минус, значит, фича уже запорота. Хорошо, я понял. А вопрос второй, кто опросы на главке задает? Ну, чаще всего я. или Женя, то есть... Про Мэдисона и про Димку ты. Да, это я. Про Димку хотел потроллить. Про Мэдисона хотел посмотреть, насколько данные голосования из ВКонтакте совпадают. Там же проводился аналогичный опрос. Я хотел посмотреть, насколько он согласуется. и там данные такие же получились. Столько же вариантов ответов, приблизительно также пользователей относится. В общем, не все так плохо. Я хотел просто убедиться в том, что большинство все-таки смотрят на контент, а не предзвята на человека по его былым заслугам, так скажем. Ну, понятно. Хорошо. Следующий вопрос по поводу према на один канал. Можешь сообщить дату, когда все-таки реализуется, чтобы на квартал или на год брать? Потому что ты упоминал, но так как-то вот и я так... Возможно, я неправильно это у нас все связано с витриной, к сожалению. То есть... Мы... Ну, во-первых, такое уже, наверное, никто не просит. Ну, то есть, мало просит. Наверное, привыкли просто люди к тому, что према покупается на месяц. Если он не будет, то не будет. Мне просто интересно. Он будет, но конкретные даты я тебе вообще не смогу сказать. Потому что мы витрину откладываем. Сейчас просто на стриме открыл описание этой самой витрины. Я вижу. Вот. И там в том числе есть премиум подписка на один канал от 15 рублей. То же самое, что и общий прем, только на один канал. В обоих вариантах лучше сделать шкалу по дням, чтобы у пользователя была возможность выбрать любой временной промежуток от одного дня до одного года. Стоимость, соответственно, будет меняться динамичнее. Ну, то есть, интересный ивент. Ты там на вечер приобрел себе прем на день. Ну, то есть, как бы... Или там на два дня, на три дня. Вот. Но в текущем варианте без лавки, без нормального интерфейса, вот с выбором времени, это даже не хочется делать, потому что там надо ну, короче, по-другому все делать. Вот как раз еще один вопрос сделал. Продление, говорит Витя. А по поводу процента ГГ, который уходит, напомню, с личных и с общих... Да, то же самое, 25% уходит, то есть, 20% из личных и с общих премиумов уходит с сайтом. Вот. Есть... А из них сколько до вас доходят комиссии, там всякие ссылочек? Ну, зависит от платежной системы, то есть, по вебмоням, по Яндексу, там вообще смешные комиссии, по... когда перевод на банковские карты, там, к сожалению, не зависит. короче говоря, там больше. Но все равно все укладывается в пределах там 6% максимум. Поэтому мы там положительные, если ты беспокоишься по этому поводу. Нет, это просто единственный способ как-то задонатить на сайт. Не нужно донатить на сайт, все хорошо. Заходи, пиши, все замечательно. Спасибо тебе за то, что... Деньгами бесполезно сайту помогай, даже если всунешь не получится. Так, следующий вопрос по поводу игнорриста, но не чатовского, а вообще... Глобального, да, об этом думали. В резине мы хотим как раз сделать акцент на личных сообщениях друзьях и как следствие тех людей, которых ты забанил. То есть, есть некая общая логика, так скажем. Я сейчас на стриме попробую, хотя я не смогу это показать. Короче, представь, что у тебя есть хороший сайт, представь, что у тебя есть например избранная, которая текущая на старом сайте. У тебя есть твои подписки, у тебя есть анонсы, у тебя скорее всего на дне в сквозной ленте будет игнор. то есть, чтобы вся сущность, на которой ты подписан, вся сущность канала была в разных, ну, то есть это разные статусы. Вот они подписки, вот они анонсы, вот он игнор то же самое по твоим друзьям то есть люди с которым у тебя там хорошие отношения а есть внизу там на дне игнор лезть то есть это все сейчас прикреплять просто к старому сайту каким-то костыле ком место где у тебя будет некий пол людей ну это можно сделать это приведет например к тому же самому черному списку который есть например у стримеров вот кто кто из тримеров знает что у него есть черный список это некий такой же инструмент игнорирования пользователей в рамках одного канала но им кто-то пользуется я не отрицаю но желательно подобные вещи делать глобальными не относящимися только на определенной роли хорошо что будет то есть самое важно когда-то все будет должно по крайней мере быть так следующий такой меня честно говоря вообще вопрос у меня конечно больше на на социального какие-то моменты потому что я то сайтом вообще доволен как неискушенный уже писал неискушенные зрители очень многие этих фишек не понимаю поэтому не честно говоря вообще хоро единственное в этом месяце даже прям лагал вот я был удивлен причем именно на твоих трансляция битрэйджа высел к сожалению до 7 мегабит возможно в этом проблема ну ладно хорошо вот поэтому собственные вопросы а и вот буквально сегодня мысль просто такая пришла давай может быть кому-то тоже нужно то что я как-то так задумался а можно ли как-то вот есть вот анимационные смайлики можно ли как-то отключать анимацию можно чтобы быть в настройках чата можно отключать анимацию то есть я не внимательно там все так хорошо а ну и по поводу сообщения дня вот собственно как ты затронул эту мысль так что скрывать до открывать постоянно я о чем подумал честно говоря заполняя это сообщение дня столкнув с тем что большинство народу просто не смотрит вот и может быть хотя печатики конечно пообщаться поэтому туда пишут поэтому может быть даже и команда какая-то ли специальная кнопка который бы высвечивала сообщение дня на особо не поможет может быть это просто какой-то вариант в плане чтобы она сама там каждые пять минут рандомно высвечивала да да есть такая идея потому что иначе либо приучать людей либо вот вот такая мысль возникла так ну все у меня в общем то вопрос закончились есть только мысли еще по модерации все-таки для меня я некую статистику такую виду не по личным а вообще в принципе по мыслям и тут честно говоря сейчас то что скажу мне наверное чатик вообще прохлянет вот но мэдисон был прав по поводу того что при своем количестве народу он вел прям чат потому что действительно определенную ламповость это создает да там все хорошие там все прям просто 90 процентов людей которые банятся это действительно синевики я не имею ввиду что они так какие-то не очень люди еще что-то нет просто чаще всего среди них как раз те кто зашли именно поградить я в этом смысле вот и поэтому вот собственно как мне неприятно это признавать ход был очень хорош вот возможно вот полутора тысяч это действительно актуально ну все в общем-то миха что хотел сказал спасибо тебе а единственное уточнить хотел меняемся к лучшему еще будет в этом году нет 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 все уже хватит тогда хочу воспользоваться моментом поздравить тебя и сайт с наступающим новым годом рад что вы есть второй год будут печать именно с вами вот и целый день выделяем именно на нг с сайтом будем потому что очень много программ очень много стримеров хороших ну и вы что стоит только турнир года вот то есть да 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 если бы еще по варкафту я его не люблю ну вот раз брэнкап когда-то должен быть я до сих пор правда не знаю дату вот но раз брэнкап должен быть ну его его нету пока приеме тогда спасибо деньги прислали разбрэнкапа нет спасибо тебе большое за поздравление за фидбэк я пару акцентов понял ну надеюсь надеюсь потому что честно говоря я привык ты наверно привык что в основном технический момент а я технически как раз всем доволен ну практически все спасибо михаил до до связи пока так ну что первый раз с петром пообщались так хавка джал первую карту у zdr это очень актуальная информация сейчас вернемся это тоже было верни старый сайт отлично так и едем дальше комментариев маловато еще раз попрошу если у вас есть какой-то фидбэк замечание о там каком-то баги предложение какой-то фич и пишите в комментариях и задачи нужны в общем нужны задачи мелковато что-то там рутоне написал что макер на себя подписан я это для контроля исключительно что уведомление приходит и письма на почту то есть самый простой способ убедиться в том что все нормально потому что периодически возникают проблемы с тем что кому-то кто-то жалуется что ему что-то там не приходит вот поэтому и подписался это сам ты знаю когда стрим начинается чаще всего а можно мьют на какой-то хаткей повесить кстати можно да а какой мьют кстати на ю тубе ну и плюс один подписчик не лишних это точно плюсик поставить плюс подписчик получить так синевики микки а можно всем чатам skype это говорить проще писать можете оставлять skype созвонимся только прошу сразу давайте по прям конкретно так конкретно с новым годом мне хватит одного поздравления с наступающим всех сразу тоже анонсы в небо спам сыплется нет все они не сыплются главное что ты ставишь смайлик и так сойдет вот чувствую прям разработчика проблем то что курсор в чате стоит то хаткей плеера не будет работать овка а я понял ну да ну да другая зона ладно не стоит потому что привет привет тавили с наступающим хорошо новогодний смайл огонь савелий савелий с нами еще савелий новогодний смайл и убежал огонь вот же пень сейчас притащу кота заодно шугану и сейчас и будет а современный же почему-то савель бессо камеру камеру смотри камеру смотри так давай по мурлычу по мурлычу давайте немного кота не получается заставить кота мурлычу так все я иду я иду я иду год вроде успокоился получил порцию внимания только что поставил предложение на android все круто учтены гайдлайны от google за день за это отдельный респект будет ли удалено неофициальное приложение из маркета раз вы уж с разрабами работаете нужно будет отвлекать пользователей собирать негативный фидбэк мх но там не нужно не знаю скорее всего это вопрос с андрею то есть ему виднее что что там и как Если скрыть чат либо открыть в отдельном окне потом вернуть обратно и раскрыть ты нельзя отменить размер изменяет размер чата и стрима то есть видимо это в театральном режиме получается до рутоне если скрыть чат открыть в отдельном окне потом вернуть обратно извращение и этого не будет в резине так что все хорошо stream со дна стрим ссылка на одноклассники что в разделе видео появились трансляции а можно с вводом альтернативных смайлов к событиям праздником не убирать обычный да да есть такая идея очень жалко как раз смайлики типа ситуативные новогодние но они правда новогодние они как раз повторяются они практически всегда актуальны и тоже было было просьба требований просьба слэш требования вернуть от этого бобра который выпрыгивает потому что мы его заменили на чубаку в общем чубака не всем понравился поэтому скорее всего правильнее сохранять детей и другие смайлы вот буквально через раз огорчаю что видишь что превратили твои любимые смайлы да согласен иногда непонятно но ты как пример вот бобер был заменен чубакой да вот таким вот так тоже анимированным но как бы пришелся не по душе не всем пришлось по душе вот так скажем не так давно начал стримить сам по большей части для себя до 1 давай самого начала тогда привет михаил здравствуйте в воварите в эволоте очень давно смотрю стримы только на гг очень доволен сайтом стримы т.д. и тогда ночью стриме сам по большей части для себя заметил бак может уже не актуально или о нем сообщали в чем суть на моей странице канала пару дней назад заметил что это изменился с нуля до трехсот семидесяти пяти рублей за счет доната после обновления страница все вернулось обратно к нулю после этого минут через десять бак повторился уже на счету 560 за турниры хотя турниров не проводила не провожу скрины нифига себе вообще что это такое я в шоке просто так а может быть только никто и пользователи в этот это какая-то жесть просто кто 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 как вообще как-то альтернативный к заработок сейчас секунду посмотрю вообще по пологом то пологом что у нас секундочку график доходов таблица ничего вообще то есть только за видеорекламу нет никаких денег это баг серьезно это по это какой-то странный баг макер стрим занесенный в черный список не отображается на главный но отображается вкладке стрима зачем незачем а почему не доделали там сложнее с точки зрения кажется кэширование для каждого пользователя персональные и осознанно не сделали так быстро потому что быстро не получилось вот и все но естественно если заносится в черный список он должен отображаться везде просто просто нужно не забыть об этой задаче для стримеров черный список не то локи делать пока и так сойдет но будем доделывать то так как раз сделаю хорошо все блоки блоки в курсе едем дальше спасибо краб до крабы вернули была проблема с уведомлением об окончании премиум теперь проблемы нет хорошо извините а уведомление не приходит вовсе лично дочитывать комментарии до конца этот турер ой господи хорошо пошло решили проблему изменить отображение сокращенных ссылок в чате только до домена алиса задолбала читать эти ютубовские из изменить отображение сокращенных да это при донате типа не читать ссылки при донате а кто тебе в донат ссылку ставит сумасшедший проблем салют да и так сойдет пробуем салют не человека нет проблем да можно было за забанить просто или удалить комментарии просто нет проблему есть проблему надо решать локи поддержал ваш канал на сумму 30 рублей ровно и ттп слэш-слэш www youtube камп слэш ченнл слэш а к 0 9 кей 8 фак 1 кпт м6 и джиры 1 и до ссылки наверное при донате не не стоит отображать не стоит зачитывать ссылки при донате или тупо забить фиба если это сложно добро с озвучением дона тогда были проблемы тоже сегодня днем в курсе некоторые сайты используют chrome push api для различных уведомлений например так вроде google закрывает свой проект по пах пуша пи если я не ошибаюсь потому что никому не интересен могу ошибаться запиши свой голос для оповещения доната не слишком сложно интересно есть такая фича стримеру бы сам записывал хотя там наверняка начитывать нужно очень много сделать ну на самом деле троечку очень мало людей у нас есть система уведомлений она будет еще удобнее в новой версии сайта бла-бла-бла сделать панел плеера поверх рекламы чтобы сворачивать раскрывать во весь экран настраивать громкость и включать звук к папа 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 но скорее здесь нужно сделать единые контролы для всех агентств не уверен что это можно сделать но сам контрол плеера то есть это лучше флешера можно попросить вообще агентство против некоторые некоторые агентства против таких вещей ильдар кстати тоже наверно в курсе этого читает задумался замки на не вижу замки на замки потому что его нет в этом проекте вот сейчас слушайте учитывая то что комментариев не так много давайте сделаем следующим образом вы накидаете комментарии тогда будет фа фа вот подумайте подумайте что чтобы вы хотели на сайте дополнить какие-то может баги у вас вы вспомните резко вдруг потому что так то чего леваем и все аспиранту привет отдельный сократить некоторые названия помощник стримера помощник бронзовый статус бронза премиум пользователя премиум чтобы не прикрывал лишнее место в чате это нужно но представьте себя на место на месте левого пользователя который придет и хотя помощник понятно помощник стримера понять не я конечно бронза премиум 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 пользователь бронзовый статус сайт идеален заканчиваем меняемся к лучшему тогда не будет фа просто и все то есть смысл фа как раз в том чтобы вы подумали мы с вами хорошо продуктивно доработали последний там час полтора два и с чистой совестью на вольную в смысле на свободу фэфа когда акула на стриме появится так еще раз мне было бы проще на самом деле смотреть если меня подсказки работали они так как сейчас лиза симпсон с саксофоном хочет с это мэнс я все еще не знаю что значит эти все значки перед никами говорит товарищ сидящий со значком андроида конечно чертов диктатор ладно тоже позволю себе пропустить эту тему связанную с упрощением подсказок по статусом показывать анимированные версии смайлов selector если не куплен если не куплен премиум показывать анимированный версии смайлов в серьезке если не куплен fram的 но уставится будет он не анимированный так vertini пишет премиум пользовате лида много места конечно занимает странный вот тоже клево премиум пользователи перекрывает сообщение в любом случае перекрывать будет по крайней мере по высоте будет прикрывать так что эта проблема не решит будет чуть меньше перекрывать но но будет поддержи подольше курс вот и держу блоки держу держу еле держу сейчас собственно все да вообще проблема решится если подсказка просто сверху будет выражаться исходя из логики что ниже сообщение с большей актуальностью вот и все и тогда не надо ничего переименовываться это правильное решение я считаю от пользователя краб вернулся что теперь клянчить rtmp нет rtmp не вернется чисто архитектурно он никаким макаром не вписывается создать достаточно много нагрузки никаким образом со сторонним сиденом нашим текущим не работает и выигрыш у него в две-три секунды в 2-3-4 ладно секунды относительно мпг дэша он не настолько критичен чтобы идти на жертвы ради ради ртmp у меня вопрос по поводу азуба тв видит его при база русскоязычных стримеров будет или видит его очень далек от выхода так он мы созванивались позавчера с дмитрием каждый чуть не каждый созвон вот вот уже чуть-чуть не хватает частом были уже проходили тестовые трансляции есть группа стримеров которые ждут запуска большая часть ну то есть там там уже все но ждем мы его уже долго надеюсь доведут до конца там много раз менялась концепция все укроп укропнялась с точки зрения там платформы сначала хотели это просто кусочком стрим-сервиса гейма сделать потом это по архитектуре короче там колоссальные были изменения а зубы сейчас старается приманивать русскоязычных стримеров твича предложим какие-то лучшие условия да я в курсе я в курсе что есть такая практика посмотрим с моя непосредственная зона ответственности это гейм вот и я если что необходимо будет для видео естественно буду делать но там другие ответственные люди находятся поэтому я не могу говорить там когда он например будет что тупо не не обладаю оперативной информации относительно того что там за статус вот статус завтра редактирование канал убрали кнопку редактирования стиля оформления канала теперь или теперь только для премиум стримеров нет будет редактирование у нас пока мне не разделились относительно тип редактора который будет выдан там вообще очень много вопросов но если база то будет редактор функциональностью чуть больше чем твич твичовский редактор то есть там по форматирование текста заголовков ссылок и ссылок картинки будут наши темы старые типа спойлеров от которых не надо отказываться но это будет опять же в резине уже макеты которых мы показывали а в текущей версии только текст ну вот парень купил премиум написал мэтт ведьмак как же крутая игра ты чего мы это его забанил 30 дней написал ведьмака люб мне вот обидно за него ему вернуть бабло сейчас мы сам играет на ведьмака ну во первых у пользователя когда он покупает премиум есть список того что он получает и там нет опции типа меня не будет не будут банить стримеров в своем чате то есть мы когда продаем услугу перечисляем что будет там такое-то качество трансляции там такие-то хоть и смайлики он не сможет использовать вот она лазеечка я считаю нужно писать в ну по защите прав потребителя это общество да у нас кажется есть такое хорошее все еще вот ну естественно обидно конечно но если товарищ напишет на саппорт я думаю что ему вернут средства по крайней мере у нас очень часто практика например если у человека он купил премиум он у него каким-то причинам не работает или на это не тянет или там браузер лагает но мы предлагаем сразу вернуть денежку таких случаев очень мало потому что вот на например 4000 подписок которые там в месяц идут возвратов на штук пять семь но большинство наверно просто не запаривается относительно того что там какие-то могут быть проблемы с технического плана или вот подобного рода проблемы типа меня забанили обидно конечно но все равно 79 рублей конечно обидно это скорее к стримеру вопрос вот но товарищ на него просто не будет больше подписываться вот и все когда смотришь трим на одном канале в другой вкладке открываешь любой другой канал подписываешься на него то значок подписок справа сверху сердечко обновляется только при наведении туда на текущем канале тоже подобного рода баги вряд ли будет актуальным при переходе ну то есть они с одной стороны сейчас еще и являются мелкими не являя не влияют на сильно на работу сайта вот но скорее всего если сейчас мы просто пофиксим ради там не знаю месяцев двух ожидания короче говоря отложим тоже михаил внесли изменения по поводу оплаты через paypal на сайте написано 79 платье честь paypal снимают да мы уже внесли изменения там плюс 14 рублей но дизайн со стороны вот гейма еще не прикрутили я понимаю что это не совсем правильно вот но сегодня показывал макеты как это сделаем и мы проконтролируем чтобы ближайшие ближайшее время то что было нарисовано и сверстана ну и с нашей стороны эти 14 рублей учитывались сколько медисон вам денег приносит только честно а я точно цифры не знаю то есть у него порядка там наверно 1200 подписчиков за эти полтора месяца ну можно посчитать умножаешь на 79 берешь 25 процентов на видеорекламе еще на видеорекламе мы не настолько много она в принципе не такой то есть я не оценивал его у нас есть товарищ который занимается стримерами в принципе у него в конце месяца может фигурировать отчете подобного рода цифры но конкретной цифры я к сожалению знаю то есть я знаю общую инфу по системе там по по премам по личным премам сегодня я тоже показывал и как рейтинг стримеров вот по текущему месяцу подписок там 3200 личных и еще вот сколько получается 500 750 ну 4000 где тогда получается число постепенно растет вот мне в если честно и если честно и если честно и 30к рублей 30к рублей 23 700 и что можно сделать на 23 700 можно купить две плашки оперативной памяти на сервер по 16 гигов можно купить на замену 3 винчестера каких-нибудь хитачи 4 терабайтники 7200 ну короче найдем куда потратить заре не предупреждаемый никтем читается как элояр ударение на последний слог о извиняюсь без проблем есть один баг который давно не фиксили хотелось бы готовить видео но лучше напишу сейчас пока не вылетела из головы подкопи на плазму в личных сообщениях окно диалога с пользователем начинает менять свой размер с каждым более-менее крупным сообщением когда число слов превышает ширину окна и сообщение продолжается продолжается в новой строке с каждым таким сообщением чат может увеличиваться до какого угодно размера начинает вылезать за пределы страницы также это можно проверить открыв переписку прошер стив старый загруз а загрузить еще ниже склейка скриншотов демонстрирующий сам бак после итерации а можно скриншот добавить собственно к сообщению чтобы иллюстрация была я очень многие задачи судя по всему буду заворачивать исходя из того что а в новой версии сайте в сайта все будет по-другому но то есть мы скорее всего не перенесем часть багов которые со старой со старого сайта ангель я так и не привык к никнейму программиста нашего нового ангель все понял наделаем новых в том что мы новых вы я не сомневаюсь и вот можно ли убрать селекторе на главные аддоны у игр многие игры делятся несколько частей селектор может забиться одной и той же игрой кстати новый селектор имеет автообновление нет не имеет автообновления по поводу и донов вопрос поднимался кстати уже были замечания по этому поводу ну что типа игры с разные аддоны по сути это разные игры у нас в разделе игр а по-хорошему их нужно объединять в одну вопрос клоки можем ли мы объединить всякие лотвы ходцы и прочую в в одну игру как-то переписку даже замазал ничего себе блюр какой так а в ширину уходит в ширину это да так вот м м возможно стоит исправить баг пацаны вы понимаете что скоро old gg будет эта версия гудгейма боже как я стар говорит фото 9 да я тоже понимаю чудила пишет добрый вечер добрый вечер сидела с наступающим и вас тоже у меня в селекторе на новой главке всего две игры они три в настройках вижу starcraft но это как раз проблема эдонов ты поставил ход со уже лот у всех лот и вот скриншоты а ну это заметил локи кажется низ не слышит тогда можем или просто решил можем ли мы объединить аддоны игр одну в фильтре о играм новости трансляции впоследствии форум скорее всего я тут говорит локи это очень хорошо со вчерашнего дня все время разлаги вы не выйдет на gg браузер сафари в курсе проблемы задача есть будете ли пилить официальное приложение для xbmc от операция не всегда работает а что такое xbmc к своему стаду медиа центр до форум xbmc раша анонсы подсказки оборудования а это типа смарт-тв до медиа центр некий да это лично для чего он локи сказал что изучит вопрос завтра медиа плеер кросс парал от форме на и открытый исходных код коде которые ду да скорее всего windows мит xbox тут не только xbox тут много всего надо статистику посмотреть но кажется он очень очень непопулярный ну то есть количество пользователей там исчисляются сейчас лучше себе лучше себе в запишу от руки так я по крайней мере запомню где моя ручка это не плеер просто прога для управления медиа файлами таки едем дальше а то пиратская не всегда работает да вообще смотрите когда качество на халяву мне совестно приобрети премиум и смотри смотри на халяву в других если совесть не позволяет добрый вечер говорит ту туру нельзя открыть несколько чатов в окне новый просто заменяет предыдущий эта фишка и абсолютно не актуальны неадекватны не актуально будет в резине там механика чата будет работать по другому если хатмл плеере при просмотре fullscreen закрыть рекламу то fullscreen сворачивается в обычный вид и реклама не закрывается firefox вот это интересней это хатмл плеер у нас да опять налоги ешки матрешки налоги есть возможность поперекидывать задачи на других разработчиков смайл завезут в ios когда-нибудь обязательно точно спасибо за хатмл плеер в опер работает отлично бывает иногда мелкой проблемку запуск стрима появляется реклама закрывающие на экране малевича звук идет черный экран помогает стоп-старт мы просто добавили вчера новое агентство возможно это с ним связано возможно допускаю то есть не факт что это тема а как у кого еще такая проблемой когда она появилась вот такой вопрос к чатику если вы слышите и сталкивались проблемы еще разок после запуска стрима появляется реклама и и закрываешь а на экране малевич то есть звук идет а экран черный вот недели уже такое не со вчерашнего сразу после введения понял а что за реклама кстати на гг есть реклама что ли говорит локи какая-то специфичная реклама то есть что там рекламировать такой вопрос а у меня с отблоком так уже три месяца так а можно посмотреть скажите честно тех у кого проблему вас стоит от блок так чтобы вот расставить точки над и я знаю что у 60 процентов пользователей есть от блок для нас это не секрет у нас есть статистика по под блокером 56 при желании мы у вас всех вычислим по epi вот просто для того чтобы понять в чем природа бага если у вас у как кто стал к сталкивается с этой проблемой скажите честно вас есть от блок у вас работает он или нет отключен на вашем сайте ясно все вроде бы ключевой в этой фразе и на гг отключаем я тоже только не выдерживаю долго и подписываюсь на прямо через некоторое время по приложениям на android что в основном что в старом приложении последнее время часто зависает воспроизведение кнопка стоп-старт перестает работать помогает только закрыть канал открыть заново передам но хотя докторы я думаю в чате еще вообще если репорт по приложению лучше сразу же писать писать через баг репорта непосредственно в приложении не всегда работает нормально если уж глючит зависает может быть приложение увеличит размер буфер или еще что-то так как сейчас пользуется невозможно там hls со стандартами скорее всего настройками там стандартный размер не знаю чего там пакетов чанков и прочее вот но опять же лучше зарепортить через приложение просто скопипастить если несложно и туда но в любом случае в этот раз как бы докторы я думаю услышал и может что-то для себя почерпнет полезным еще раз прошу верните всплывающие именование смайла при наведении на них мышкой в чатике в списке смайлов они их сейчас нет не умеющий сообщение работает часть книги всплывающие вроде мы их не убирали то есть если он пропал то услышал говорит доктор и спасибо большое доктор и ребята если если что если у вас появится желание поддержать приложение засылайте деньги напрямую доктор и андроиде естественно если вас будет как петра переполнять счастье радость это использование от того как греется в руках ваш телефон попытка воспроизвести премиум качество и от того что вай фай модуль работает как монстр все все вот к пользователю доктор рей в чатике пользователь а варни касс активировал премиум на ваш канал рынку спасибо большое тебе за активацию постоянно такой подписчик вопрос по приложению android смотрел посмотрел свои избранные одни gg плееры twitch более не поддерживается смысле в приложении мы не можем твич ну то есть можно конечно его ставить но зачем но зачем у нас хороший ламповый стрим-сервис в приложении избранные и на айпаде и на андроиде гудгеймплеера вот поэтому тем более и вы love games gitman ygk из тех которых ты перечислил они пускают поток свой и туда и туда ну конечно англоязычные их могут гейм овском приложении найти вот удобно было использовать как площадку агрегатор и приложение в этом очень помогала с разъездной работой хотя бы для премиум пользователей подобное провернуть бы премиум на год обещаю ну в концепции изначально другая приложение было я не уверен что имеет смысл там вообще обратный процесс у нас идет что по сайту что по приложениям как раз в сторону отказа от сторонних с площадок развития своей и из агрегаторы превращаться в стрим-сервис вот то есть я могу могу в данный момент только высказать сожаление что часть функционала ну то как ты привык использовать приложение агрегатор она в данный момент недоступна подписка на год тут к сожалению не по не поможет так же как и засыл какой-то суммы то есть это скорее концептуальный вопрос чем финансовый привет почему бы не сделать возможность устраивать турниры по групповой системе есть такая возможность главное не сокращать физические ссылки валерьте доната а только озвучивание уберите так я эти ссылки использую хватаю их из доната через api окей сейчас мы от фобби дополним задачу по озвучиванию чтобы чтобы по логике не нужно их убирать но мало ли там локи решит привет миша есть проблема пишет свин последнее время где-то две недели у меня возникла проблема с всплывающим списком стримов тоже будет в новой версии абсолютно другой заключается она в следующем чтобы открыть стрим в новом окне приходится тыкать три-четыре раза нужный стрим просто мерцает во время клика и все на 3 4 открывает тебя старый селектор стоит в этом проблема я полагаю старая главка даже иконки перед никнеймом нет свена попробуй поставить новую новую главку вот это профиль от просто ради эксперимента попробуй исчезнет бак или нет я могу поставить старую сплакнуть эй а это хтмл плеер я фух старая главка вот я не ту галочку просто думаю нифига себе все вернули так и чего тут об да мерцает мне тоже мерцает проблема решена ой как и какие классные превьюшки и они проигрываются тут еще нет ну и хрен с ними какие точечки на них тыкаешь и переходишь обновление не работает стрелочка крутится так сколько людей мучается 1600 по-прежнему 1800 болей ребята я может реально посажив руку на сердце и больно с одной стороны за вас но мы делать ничего не будем ну потому что как бы вы понимаете мы говорили что мы оставляем старый функционал для тех людей которые не хотят переходить но они привыкли так но и уже взрослые люди в конце концов борода жена пузо дети им тупо лень они привыкли хотят старый сайт хотят старый селектор да он может быть не такой удобный до превьюшки маленькие да может быть стримов 16 они там 40 50 и без фильтра но мне так удобней я не хочу сделайте мне пожалуйста чтобы я мог по старому пользоваться окей без проблем галочка в бета-профиле пользуйся но мы будем развивать новую версию штанг для большинства и пользуется там условно говоря там 100000 человека тут пользуется 1800 но как бы рационально там там фильтр можно жанры прикрутить туда-сюда превьюшки воспроизведения регулятор там запоминание громкости много интересного функционала мы правда не ожидали не было ответа потому что как бы это не диалог в конце концов получился но в результате приходим к тому что появляются баги там кнопочка одна не работает ну слетела что-то там же постоянно апдейты идут вот это не работает то не работает но и что да не работает ничего не сделать в новый горят тоже бак такой в новый бак есть все нормально пилим пилим задачу хотя кнопку обновления все равно мы обновлять не будем а у гага есть api конечно же заходишь на страницу всех трансляций у тебя есть api для разработчиков я чата для стрим-сервиса ухт читаешь зачитываешься так давайте что пока не забыл что мне так давайте свин 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 наш хороший пользователь специально для него чтобы перейти на стрим с главки в в этой же вкладке та же проблема не постоянно влазит частенько давайте обновим задачу почему-то в разных пунктах это просто я думал что это уже следующий репорт также иногда когда стримчанский гляжу происходит рассинхрон звука до рассинхрон звука есть все еще актуаль в актуальных задачах блоки проблема актуальна все еще то если у человека интернет там подлагивает причем периодически так постоянно происходит рассинхрон может происходить рассинхрон и жалобы периодически поступают задачи есть на тебе видимо решением быстрого нет до старая главка это как белая версия сайта до пользуется 2 процента и нет точно порядке ну в любом случае я тебе скидывал может быть может быть может быть что подожди стой нет тримчанский гляжу рассинхрон звука для начала нужно понять почему происходит рассинхрон звука влияет ли опять же какие нибудь подлаги со стороны этом браузера этом ускорение не ускорение процессор не процессор по каким причинам он может накапливать это самый рассинхрон когда замечающий синхрон делает скрин концу ли плеера ну вот как раз фидбэк от разработчика орла золотого если у вас такая проблема консоль пользователь квест локов активировал премиум на ваш канал готовится видимо мониторить трансляцию по ffa по поводу нового приложения на android когда пишешь чат то подчеркивает абсолютно все слова как неправильные минут пять писал ошибка в слове привет так ну опять же репорт через android но доктор рей наверное с нами в гг плеере когда смотришь запись видео хотелось бы что полоска прогресса было более контрастный мы не будем развивать видео записи с точки зрения просмотра мы будем двигаться в сторону управление записями стримером потому что ну в общем да на видео плеер мы сдвигаем его там высокие сдержки очень низкая окупаемость и собственно вот эти две главные причины честно говоря вопросы пожеланий нету просто заполняю комментарии чтобы фашечка была раз в чате ты проигнорил говорит думчик продублирую туп если залогиниться через чат стрима возможность выбор прямому качестве все равно нет правильно но мы знаем об этом не то чтобы баги недоработки легкой действительно нужно перезагружать страницу и с flash плеером вообще это с простым способом не сделать но в html плеере со временем да мы сделаем так что переключалка по качеству будет меняться без появляться точнее без перезагрузки страницы либо если ты залогинился либо ты например у стримера там включилась переключение переключалка по качеству то есть действительно мелочь но а может реально сделаем их это мыл player нам все равно это делать наверное запишу приоритет пониже поставлю но локи над этим хотел то есть он хотел это сделать то есть обновлять данные в html плеере без перезагрузки страниц планируется какой-то механизм для бесконечной подписки на прям мы планируем все еще планируем перейти на ксолу с автопродлением и скорее всего будет именно такой механизм они all-in и за 10 тысяч рублей ты пожизненную себе подписка ногтгейме синевик отлично фаги фагич привет я столько сегодня узнал что я в смешно вместо тебя поехал из-за визовых проблем и это конечно в части нельзя использовать некоторые знаки припинания сначала пропала тильда бог с ней с этой тильдой можем добавить на тильду на самом деле длинный тире просто пропадает будто его нет выборочно знаки мы добавить можем если вам действительно что-то нужно это не проблема просто тире дефис почему нет для некоторых стримеров с проблемой окей добавить там два три символа я думаю все таки о тире есть танцует все совсем нельзя и дефисы тире мы можно добавить удаляем сделать отдельный фильтр для новостей турниров и игр в целом не интересен старкафт на только например делать с новой но я не хочу узнавать о турнирах новостей очень много мы опять же в новой версии сайта попробуем сделать подписку на игры и с ну с конкретными разделами то есть сейчас это можно сделать но там кусками как например со стримами или с фильтром в новостях потому что в том же самом бэд гуд гейме появилась например возможность настраивать блок форма под себя то есть показывать и разделы которые тебе внешний вид не смотрите там понятно должен сокращаться заполняться тоже рекомендуемыми по умолчанию вот но все идет к тому чтобы у пользователя был некий глобальный механизм управления контентом который он видит на сайте и новостями турнирами стримами возможно видео тоже ну или стримами плюс видео как-то так вот но это тоже тоже после 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 хотя бы основы до опять слоу почву а так я опять слоу почву и как и как лишь сегодня узнал что поздал на полгода но все же постоянно смотрел стримы по дотке бмс но он не стиме тот вич плеере вы что-то накрутили его стримы отображаются в топе среди всех стримов да так и есть это еще на прошлой трансляции обсуждали что на странице всех трансляций сейчас приоритетом отображаются стримы с гудгеймов ского плеера можешь попробовать решить эту проблему с методом изменения способа ранжирования в частности по сортировку по активным людям в чате и для тебя эта проблема решится а нет не помогала активированы стримы не появлялись это много народ не говоря уже том что канал твича прямо сейчас смотрится 6000 человек это бак или что это бак то есть канал отвеча должны быть на самом дне но если включается сортировку по чату они должны отображаться как бы адекватно я понял я понял что даже с галкой в общем в общих стримах нет значит это косяк я я буду сказать oh мешать неполен мы 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 и auf к pozw так demande длинного тире нет только минус длинного тире нет на самом деле кому нужно длинный тире да и вообще если нет стримов на ггплеере по важным интересным чем вот эти дозе зачем ущемлять твич неужели гагене может как-то отрезать кусок такого большого как чемпионатов по доте неужели нет стримеров которые ну во первых это возможность дает тем людям которые ну я понимаю это достаточно с шаткая позиция тут есть минусы потому что если действительно нет стрима на ггплеере хорошо бы показывать твич по этой логике потому что в конце концов пользователи могут смотреть где угодно но если они хотят делать на гг этом в чате или находясь на сайте зачем убирать такую возможность с другой стороны если мы убираем или там понижаем в списке стримы с твича мы как раз даем возможность тем непопулярным товарищем которые стримят на гг или стримят и на гг и на twitch более выгодное место в разделе трансляции поэтому для начала просто сделаем так чтобы ранжирование по чатику работал адекватным образом и стрим отображался пусть и на дне но да ну в конце концов мы периодически даем ссылки насколько я понимаю в репортажах на те трансляции которые найти каналами на которых идет трансляция это тоже частично решает проблему а так в идеальном мире конечно интересные венты должны стримиться там и на грешный player тоже когда гг откажется то резание дефолтного качества для мне премиум пользователей когда гг откажется от дефолтного качества для дни премиум мы не планируем отказываться от этого то есть мы проводим эксперимент на паре каналов вроде там статистика не такая прям очевидная чтобы отправляем поток на twitch но результаты голосования показали что большинство пользователей подписывается на премиум именно из-за того что там две главные причины первое то что вы для вас важнее при приобретении премиума поддержка стримера и исходное качество трансляции то есть по факту если мы сейчас берем там и отказываемся даем всем исходное качество трансляции это точно скажется на количестве подписок то есть мы не просто получим дополнительную задачу которая должна пройти и по приложениям и по сайту но и тупо потеряем деньгах какой смысл это делать не совсем понятно с наступающим днем священного праздника зимнего покрова когда включаешь стрим отходишь от него ненадолго пропустить рекламу соответственно не выключаю вручную крестиком то когда возвращаешься вишь черный экран с надписью в середине реклама нифига себе что там да по-китайски можно по знаете как можно администрацию узнать по русским никнеймом сразу же то есть если если человек с русским ником все это это программист дизайнер один я только с хожу вот он элита понимаете вот она в выделении иконок мало цветов мало хочу чтобы у меня был ник на русском так нет про покрова прикольно скопируем поздравление саши девицы мейкер когда стримчанский по старику но 25 точно будет потому что там турнир крупный по но я хочу еще тогда на неделе пару раз постримить на следующий то есть смотрите какой план завтра в 6 30 продолжение вца ой господи потом в субботу воскресенье будет маленькие трансляции совсем с бсп субботу опять играем дивинити я надеюсь и воскресенье тоже поиграем вечерком хотя воскресенье маловероятно потому что он у нас баня а он часовой пояс пять часов а на следующей неделе более свободный график то есть можно поиграть starcraft чтобы к двадцать пятому числу не чувствовать себя совсем уж не в своей тарелке на турнире гг года по starcraft второму вот так вот да спасибо большое за скрин я его прикреплю просто к задачам писал на почту по поводу бы то есть приложение на iphone так и не получил бету на iphone у нас к сожалению нет никакой беты в это приложение только для ipad вот разработка там идет тоже вялотекущая также как только началась там даже не началась еще разработка на windows фон просто такой старт легкий положен но iphone по сути это след наверное самый высокий приоритет из приложения на данный момент то есть с айпадом все понятно с андроидом более-менее тоже а вот iphone по статистике много занимает и давно пора там витя в общем ты услышал да видите услышал все знает и разработчик тоже вроде как хорош михаил еще один немаловажный вопрос когда же наконец в окно комментария слова стрим перестанет быть подчеркнутым красным штрихом ну когда там словарь браузерные тоже тоже не к нам о хороший сайт опять с отбоком сидит вот такие вот пользователи вот такие вот люди не люди лишали goodgame вот сидит переходим на новый гг понимаете на сайте при переходе было 135 вижу зарегистрированных пользователей капец просто 135 тысяч это кстати сколько понимаю больше чем на текущем сайте virtus of все равно но сейчас больше полумиллиона точно на сайте и на сайте 317 человек это рекорд это просто просто рекорд старый сайт надо было оставаться там сейчас только на плеерах находится в данный момент 27262 старый сайт давайте давайте останемся там у нас при онлайне полторы тысячи все лежит обновлять страницы нельзя отличный дизайн великолепная шапка разные цвета вот это вкус конечно все будет хорошо вы такие старички так михаил приветствую давненько стремлю на ггс премиумы столкнулся проблем пишу ответ на есть есть постоянные проблемы записями трансляции то записывается не записывается полностью обрывается вхожу в топ-100 и как сопр ответил должен ходить топ-50 да именно для топ-50 записывается трансляция тем не менее в топ-80 трансляции пишут спасибо за информацию как тебе идея чтобы выделить например по 300 гигов на не топ прием который можно управлять чтобы люди думали куски нарезать хорошая идея кстати очень очень нравится спасибо большое за нее то есть мы действительно думали над механизмом удаление этих видео которые не сильно используются но есть весьма то есть это стримеру все равно нужно решать с одной стороны есть логичное предложение типа если видео много смотрят мы его оставляем да там типа все мы его храним и даже если она хотя нет она в любом случае выложены должны быть но если например есть какой-то эксклюзив есть какое-то интервью которые с одной стороны для большинства по каким-то причинам пользователей но не набрало но там определенного количества просмотров но ты знаешь например как с прохождением кб или саладином из интервью с каким-то человеком которая может набрать популярность впоследствии ты хочешь чтобы эта трансляция сохранилась и оценить что нужно а что не нужно лучше стример опять же не сможет никто поэтому если мы ведем какую-то квоту на запись и будем вводить какое-то предупреждение то возможно это заставит стримеров внимательнее относиться к тем трансляциям которые не записывают вот ну то есть пишется все по умолчанию но через какое-то время удаляется если он не выбрал другого как-то так надо следом судить ледокол ты услышал мыслиц напиши пожалуйста мы как раз сейчас думаю у нас там 12 терабайт остыли 8 терабайт осталось на основном хранилище и тема с записями она все все острее и острее на корзину двух юнитовую засматриваюсь хотя эти видеозаписи все равно не монетизируется и отправлю удару сожалению он не на связи судя по всему спасибо большое экзекьютер нс за информацию мне нравится диск вот она вообще не нова она используется там и в google диске яндекс диски много где используется нам не нужны такие колоссальные ну на такое большое количество пользователей то есть там яндекса 15 гигабайт расширение скорее всего 30 там какой-то подразумевается но не дают это в свободное пространство всем вот а нам-то нужно просто сделать так чтобы у стримеров было такое свободное пространство гарантированные они взяли дать возможность стримером покупать место можно можно давать возможность стримером покупать место это хорошая кстати идея под витрину покупка свободного места для хранения видеозаписи тоже весьма логично глядишь и тогда будет какое-то экономическое обоснование под хранилищем записями кстати насколько понимаю проблем нет вообще уже на протяжении после того кальдар перешел на другую схему записи за два месяца был только один момент когда мы только пропустили когда она заполнилась временными файлами а так все стабильно записывается насколько мне известно уже как пару месяцев поэтому если будет надежная запись то может быть стримером несложно будет ну будет это интересно понятно что есть аналог у конкурентов бесплатный но с другой стороны есть и понимание что там там совсем другие инвестиции ну короче посмотрим не будем пока акцентировать внимание на том что это тема без тема когда-то за дополнительную плату может пойти но начать надо конечно с какого-то управления видеозаписями для стримера и выделение какой-то квоты на видеозаписи скорее всего так в редакторе стримов есть возможность обрезать маленький кусок трансляции нет возможности обрезать ненужные куски возможно ли такое реализовать я удивлен экзекьютор кто-то кто-то пользуется этим функционалом то есть реально удивлен это очень хорошо но пока дорабатывать не будем но я удивлен ты наверное единственный кто этим пользуется мы делали с любовью как просили некоторые стримера игры привет вот но и вроде как сделали более-менее сносно возможно кстати экзекьютор у тебя есть какие-то более простые идеи относительно почему это может не использоваться хотят это лучше конференцию стримером задать тем кто этим не пользуется короче редактор видео есть и клёво что он работает но дополнительный функционал мы туда пока пилить не будем возможно ли регулировать качество ристрима на твич на youtube например два варианта мы сейчас проводим тест мы можем запускать ристримы в любом качестве со своей стороны то есть там от мобильного до source качества вот но опять же большинству стримеров это без надобности за редкими исключениями те кто хочет чтобы на твич шел оригинальный поток вот чтобы там было качество норм разные площадки пользователи не пересекаются мы проверяем это честно эксперименте на примере двух или трех каналов кстати надо посмотреть спросить у арчера мы бы такую фичу подключили что же мелочиться многие стримеры на свеча накручивают зритель может сделать платное место главной странице возможно думали об этом но пока нет супер идея говорит фадика нужно добавить рандомный смайлик он будет иметь свою иконку отображаться ей в селекторе при вводе а в самом чате будет появляться уже случайно смайл лично я передам безумному дизайнеру и савелью эту идею типа с знаком вопросы или кости какие-то поставить случайно смайлик бессмысленно абсолютно просто 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 рандом и всегда будет на рандоме пека появляться да 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 то есть мы подкрутим просто вероятность появления пеки хелла владимир из здрасте сейчас во все больше открытие необходимо искать дополнительные с точки заработка основе дитр и глинать молодые люди которым счастливилось в нынешнем возрасте заиметь весьма мощные игровые компьютеры этим надо воспользоваться миша я давно вынашиваю идею создание универс устанавливаемую на компьютер клиента гг внедрить него майнер bitcoin согласен за символический 20 процентов дохода за который я с радостью подарю тебе эту идею совершенно бесплатно понятно хороший брос о прикольно скопировал руф спасибо байкер как определить какой битрейт в бы ставить для премиум зрителей и зрители которые смотрят с высоким качеством фаги ты сейчас смотришь на стрим сейчас ты здесь напиши пожалуйста просто пингони в чатик например вот чтобы проблем не было у абсолютного большинства но хотя ну смотри мы выставляли в видео повод как раз вот в пределах двух мегабит чтобы у там только пары процентов пользователей были проблемы дальше как ты видишь количество проблемных пользователей увеличивается так серьезней то есть например на пяти мегабитах уже у 13 процентов пользователей будет проблемы на трех с половиной рекомендуемых кстати на твиче у пяти процентов пользователей будут проблемы ну а дальше собственно берем 10 к примеру да ну вот 7 как я ставлю у четверти мой премиум лагает иногда поскромнее конечно ставить битрейт поменяю к я на warcraft поменьше вот с другой стороны мы мы знаем например что здесь опять статистика сломалась клево уже была задача что ломает 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 короче ставь от трех с половиной до пяти тысяч мегабит и это будет от 5 до 10 процентов пользователей соответственно как раз по по вопросу квотирования записи трансляции нужен более серьезный редактор позволяющий склеивать отрезать до отрезать для экономии места согласен ну что неужели мы так быстро сегодня отстрелялись во первых напомню что вы в любой момент можете написать на support собака goodgame.ru сообщением бага идея если что-то сверх важное то ставьте в копию если прям сверх важное ставьте в копию пожалуйста меня майкер собака goodgame.ru хочу еще раз акцентировать внимание на самых наверное важных новостях последних трех недель быстро пробегусь по goodgame qualities работает понятно но сейчас у пользователей который смотрит высокое качество только 4 процента проблемных пользователей то есть смотрят hd 96 без проблем это хорошо очень хорошо как по мне так что я хотел вот список тезисов быстро повторю не акцентируя внимание на багах еще раз повторю ключевые вещи для тех кто пропустил хтмл плеер в опере по умолчанию для всех новые смайлики большое количество в чатике релиз мобильного приложения для android бесплатно ставите оценивайте пользуйтесь на здоровье и для телефонов и для планшетов если есть репорт бага в самом приложении есть кнопка отправить там сообщить о баге кажется называется она ну собственно ссылочка на приложение здесь наверное самое главное событие сегодняшний трансляции процессе новая версия сайта показали послушали вас провели несколько голосований будем продолжать над ней работать и на ужасном деспотичным сайте в ген точка ру жесткой модерации в данный момент за бане на 118 человек модераторами не берутся в расчет конечно банны стримеров но 118 активных банов и кстати соотношение тоже интересное злогиненных не злогиненных что-то вроде 90 тысяч к 60 с по гугловской аналитики в сутки поэтому какой вывод из этого надо банить больше будет больше порядка и все будет хорошо я так считаю спасибо за то что смотрели большое спасибо тем еще раз кто нашим программистам дизайнерам верстальщикам самым разным разработчикам людям которые на саппорте работают вот за то что так здорово вы развиваете сайт все а я пойду к тну фуфа скоро вернусь а Продолжение следует...